Если переходить к тематике нашей с вами сегодняшней лекции, давайте, собственно, договоримся о том, что мы будем делать. Во-первых, будем пытаться с вами правильно использовать терминологию. Многие из тех терминов, которые есть сейчас на слайде, вы уже слышали. Может быть, не на лекциях этого цикла, а в принципе. Кто эти термины слышал? Поднимите руки. Ну, хотя бы две трети из этих терминов. Окей, хорошо. При этом, на самом деле, и удаешься тому, как и что укладывается реально в голове у людей. Потому что там сейчас модная тема искусственного интеллекта, все считают, что в этом панацея. Кто-то говорит о волоках, цифровой трансформации. Где-то начинают на эту тему рассказывать больше анекдотов, нежели практики. Тем не менее, мы все это все равно, естественно, будем использовать. Но я буду стараться давать немножко другой, может быть, взгляд на эту ситуацию, нежели с точки зрения обычных подходов, которые дают коллеги из информационных технологий, коллеги из IT. Тем не менее, обо всем об этом мы сегодня так или иначе поговорим. Соответственно, почему имеет смысл вообще говорить об аналитике, почему вообще мы включили в цикл лекции эту тематику. Вот это вот исследование, оно примерно варьируется. Цифры последние где-то 4 года плюс-минус правуют проценты. Но на первом месте из основных технологий, которые пытаются использовать, внедрять в различных компаниях, это все, что связано с бизнес-аналитикой. Конечно, разные заказчики вкладывают разную тематику в эти слова, но тем не менее, это некий такой тренд, с которым бессмысленно спорить. Вопрос заключается в том, понимаете ли вы, что происходит вообще, и, собственно, готовы ли вы играть в эту игру в тех или иных тематиках на тех или иных предприятиях. То есть, в принципе, все, что связано с бизнес-аналитикой, все, что связано с анализом информации, все, что связано с попытками монетизации данных, которые есть в организациях, это уже тема обсуждаемая де-факто. Сейчас ни у кого нет проблем накопить данные, все возникает вопрос, а как эти данные наконец-то перестать на них только тратить деньги с точки зрения хранения, с точки зрения сбора, а пытаться получать от них какие-то преимущества. Ну и если говорить о трендах, это вот, собственно, то был технический тренд. Если говорить о неком бизнесовом тренде, кто слышал вот такие термины, как сверху написано зеленая цифровая трансформация? А кто к этому относится как-нибудь, кроме как к маркетинговому термину? Ну кто понимает, в чем суть? Немного. На самом деле уже стало ругательным слово, потому что сейчас, с одной стороны, в большинстве заказчиков, особенно крупных, вы наверняка можете услышать даже такие должности, появляющиеся chief data officer, то есть человек, который занимается управлением данных. И в общем, как бы должен выстраивать стратегию работы с данными на предприятии. Есть отдельные должности, то, что называется chief data transformation или digital transformation, да, офицер. Это люди, которые, как правило, назначаются на уровне управленческой вертикали, на уровне вице-президентов. Собственно, это человек, который облечен полномочия на изменение бизнес-процесса внутри компании, но, тем не менее, опять же, очень слабо понимание, что же, за счет чего это делать зачастую. На самом деле, если переходить из маркетинга в предметную область, то идея очень простая. Как мы говорили уже, вопрос о том, есть данные или нет, на любом предприятии не стоит. Они есть, их много. Вопрос возникает, собственно, как пользу из них извлечь. И дальше возникает, в общем, простая идея. Все люди, которые работают в организации, так или иначе, с большим или меньшим объемом работают с данными, так или иначе, хотите или не хотите, они это делают. Другой вопрос, насколько ценные выводы они делают. И идея заключается, на самом деле, цифровой информацией, если в позитиве рассматриваться, цифровой трансформацией, в том, чтобы как можно большее количество людей вовлечь в работу с правильными данными и, собственно, предоставить доступ данным даже тем, кому раньше, собственно, это не казалось необходимым. Ну, собственно, если вспомните, немногие из вас здесь вспомнят историю, связанную с советскими временами, но когда-то в советские времена даже домашний телефон был роскошью, он не у всех был. Дальше стали появляться телефоны у всех, дальше сейчас мы находимся в категории, когда у всех есть сотовая связь, даже у маленьких детей, и фактически мы не обсуждаем, а нужны им сотовые телефоны или нет, они просто живут в таком мире, где мы, собственно, уже как взрослые ожидаем наличия постоянной связи с ними. Так вот, на самом деле, с данными идея абсолютно такая же. Предположение о том, что если мы увеличим демократизацию данных, если смотреть суть этих терминов, то есть предоставим доступ к данным каждому из сотрудников, который так или иначе с этими данными и так уже работает, но просто, собственно, мы повысим качество работы с данными, либо покажем ему, как с данными можно работать эффективнее, либо, собственно, дадим ему инструмент, где он в знакомых ежедневно наблюдаемых данных сможет находить новые какие-то неочевидные вещи. Соответственно, и это приведет погружение в данные, в реальные, к тому, что человек научится эти данные читать, анализировать, использовать и аргументировать свою позицию, то это как раз и будет основной ключ к цифровой трансформации, потому что, когда говорят о том, что компания старается постоянно воплощать в жизнь какие-то улучшения, пытается, собственно, находить какие-то области оптимизации внутри организации, не всегда связанные с уменьшением затрат, но к оптимизации бизнес-процессов, монетизации бизнес-процессов и так далее, то это как раз речь и идет о том, что некий человек, погруженный в свою тематику, в свой бизнес-процесс, находит какие-то области, которые можно улучшать день ото дня, день ото дня. Но когда он приходит к своему вышестоящему руководству и говорит, что сам поменять не могу, но я понимаю, что если я это поменяю, будет польза. От него, естественно, начинают спрашивать обратную связь и говорят, ну а с чего ты взял, что будет польза, а может быть я поменяю, станет только хуже. Поэтому человек, который, собственно, делает какие-то предложения, должен не просто кидать и накидывать эти предложения, а, собственно, их аргументировать. Но аргументация, как я говорил, появляется тогда, когда у человека есть данные, когда он их может покрутить, поисследовать и на основе реальных каких-то зависимостей в тех данных, которые отражают текущее состояние дел в своей организации, показать, к чему могут привести те или иные изменения, которые он предлагает ввести в своей организации в рамках хотя бы своего бизнес-процесса. Поэтому, на самом деле, если уходить о чистой маркетинговой терминологии, идея цифровой трансформации заключается коротко в предоставлении максимально возможному количеству людей в организации доступа к тем данным, естественно, которым должен иметь полномочия, исходя из своих должностных обязанностей, и вовлечения его в процесс анализа ежедневной своей трудовой деятельности в поиске каких-либо возможностей оптимизировать что-то, улучшить что-то, ну и так далее. Соответственно, как мы будем двигаться дальше? На самом деле, некоторые вещи, ну, как мне кажется, здесь нужно ввести на уровень понимания, потому что, как показывает моя практика, когда с людьми начинаешь обсуждать термины там управленческая аналитика или управленческая отчетность. Зачастую люди не совсем понимают, в чем, собственно, разница, и зачем вообще об этом говорить. Соответственно, проще всего, как я говорил, будет показывать, поэтому я буду сегодня показывать один из инструментов управленческой аналитики, в частности, кликсенс. Ну и дальше поговорим о том, собственно, как ввести те или иные проекты, с чего, собственно, нужно начинать, и вообще, как это относится к вам, как к людям, потенциально ищущим новую область применения для своей деятельности. Первая терминология. Давайте поиграем в простую игру. Тоже будет интересно с вас, как с аудиторией, собрать обратную связь. Я выведу на экран несколько терминов. Понятно, что в этих терминах есть некоторые допущения, то есть не воспринимайте все стопроцентно на веру, то есть задача, собственно, переосмыслить все, что я буду говорить, и сделать правильные выводы из этого. А правильные выводы, естественно, у каждого из вас свои будут. Главное, уложить свою какую-то картинку у себя в голове. Так вот, есть термины. Ответственность, управление, администрирование, отчетность, анализ. Предложите варианты комбинирования вот этих вот вещей, которые бы укладывались с точки зрения терминов управленческая аналитика. Что вместе имело бы смысл рассматривать? Делайте предложения, любые. Что с чем сочетается? Анализ и отчетность. Первый вариант. Еще. Еще раз. Администрирование, ответственность. Ну, тут я говорю, некоторые могут быть нюансы, связанные с игрой в слова, но вот если по смыслу, то не совсем еще варианты. Управление, аналитика. Еще. Управление, ответственность. Ну, многие из вещей уже называли, чтобы не тратить время, я вот так вот это скомбинирую. Соответственно, все, что связано с отчетностью, это администрирование. Все, что связано с управлением, это анализ и ответственность. Ну, простой пример, ну, проще всего приземлять это на простые жизненные примеры. Кто-нибудь может привести пример в своей жизни, с которым вы сталкиваетесь, ну, любой жизни, ежедневной жизни. Пример отчетности. Вот я каждый день что-то делаю, да, сам себе отчитываюсь, и, собственно, это не является управлением. Но я каждый день это делаю. Кто перед сном игрой занимается переосмыслением того, что я сделал за день? Ну, простой пример. Завожу вас потихонечку. Вечером я понимаю, устали после работы. Вы идете с работы или идете на работу, кому-то больше нравится, каждый день, очевидно, каждый из вас переходит какие-то улицы. Согласны? Ну, наверное, по пешеходным переходам. Соответственно, вот вы подходите к пешеходному переходу для конкретики, предположим, он регулируемый, то есть там висит светофор, он работает, да, зеленый, желтый, красный. Соответственно, вы, предполагаю, что соблюдаете правила дорожного движения, ждете зеленого света и в этом случае переходите. Перешли, констатировали, что перешли, пошли дальше. Вопрос. Вы, когда переходите улицу каждый день на этот светофор ежедневно, поскольку путь у вас меняется достаточно редко, это администрирование или анализ, когда вот вы на светофорчик посмотрели, потом перешли. Администрирование, еще варианты? Администрирование. Анализ. Ага, вот, я ждал этого, я ждал этого, спасибо. На самом деле, правы те, кто говорит, кто говорит, что это администрирование, сейчас попробуем пояснить почему. А те, кто говорит, что это администрирование, усложним им жизнь, попробуйте трансформировать этот переход через улицу, когда работает тот же самый светофор, вы точно так же переходите, то есть все условия те же самые. Трансформируйте ее, эту ситуацию, так, чтобы она заставила вас принимать управленческое решение. Так, если горит долго красный. Ага. Ага. То есть есть желание перейти все-таки на красный, да, и вы анализируете, а что будет. Так, еще варианты. А если вы все-таки переходите на зеленый, и вроде как все хорошо, перевести это в управленческую, вот вы уже на переходе находитесь, на зеленый идете, все хорошо. Передумали, хочется вернуться обратно. Ну, вдруг переходите, сломался светофор, да, или еще не переходили, но он сломался, и вы опять же стоите перед вопросом, а что делают, меня собьют, не собьют. На самом деле, даже если вы переходите уже, да, вы только боковым зрением видите, что летит автомобиль, который почему-то там не заметил красного ему, да, или вот ему захотелось там нарушить точно так же, да. Соответственно, и в этот момент вы даже не отдаете себе отчет в том, что у вас возникает в голове управленческая некая деятельность, потому что ценность принятия вами правильного решения, да, она либо жив, либо мертв, да, когда там говорят самоэффективность, самоэффективный человек, когда его ставят на грань жизни и смерти. Вот тут максимальная эффективность, ему некогда раздумывать, он просто использует все свои навыки, которые были приобретены до этого, да. Так вот, соответственно, когда вы предполагаете, что вы каждый день ходите, все хорошо, и у вас каждый день подкрепляется эта картинка, зеленые еду, прохожу, все хорошо, и так каждый день, это в чистое администрирование, как только что-то вмешивается в ваш процесс, который вы готовы были бы администрировать, да, соответственно, но что-то вмешивается и что-то идет не по накатанной, да, вот тут возникает тут же автоматически деятельность управленческая, и если кому-то кажется, что кто-то из вас может в этой управленческой деятельности находиться постоянно, да, то это на самом деле ошибка, потому что если вы вспомните, ну, какую-то такую стрессовую ситуацию, когда вас вынуждали вот принимать такие управленческие решения, особенно связанные с самосохранением, вы прекрасно знаете, что это стоит огромных эмоциональных и физических сил, то есть человек не может постоянно находиться в управленческой позиции, да, это совершенно другие затраты ресурсов, поэтому большая часть людей постоянно занимается администрированием, каждый день встали, умылись, потому что вроде так положено, да, или привыкли, там, зубы почистили, позавтракали, констатировали, вкусно или невкусно, но в основном все это административная деятельность, связанная с отчетами, понятно, что вы себе сами отчеты не пишете, но в голове вы, собственно, констатируете, что все идет по накатанной, а вот, собственно, управление возникает тогда, когда что-то вмешивается в вашу ежедневную деятельность, причем вы на это влиять, как правило, не можете, вы лишь можете констатировать, что что-то изменилось, и вы, вы хотите или не хотите, вынуждены на это реагировать, то есть вам не дают возможности не реагировать, А вы понимаете, что вы должны сделать свой следующий шаг, учитывая это прилетевшее откуда-то, независимо от вас, изменение вашей деятельности. Поэтому, когда вообще говорят о том, что возвращаемся к аналитике, возвращаемся к тематике предприятий, когда вы приходите на предприятие и начинаете говорить о терминах вообще анализ данных, например, с коллегами из IT обсуждаете, и спрашиваете, а как у вас с анализом данных вообще дела обстоят? Ответы могут быть совершенно разные, но очень часто, особенно на крупных предприятиях, которые имеют долгую историю развития, вам говорят, да у нас все хорошо, у нас система генерирует каждый день 10 тысяч отчетов, поэтому каждый, кто что-то хочет найти, имеется в виду какие-то цифры, находит для себя что-то свое. И не пудрите нам голову вопросами о том, что чего-то не хватает. Ты приходишь к финансистам при этом и спрашиваешь, ваши коллеги из IT нам рассказали, что у вас все хорошо, у вас 10 тысяч отчетов каждый день, все могут все найти. Они говорят, ну коллеги из IT может быть и могут найти то, что им нужно, а мы не можем найти, потому что у нас каждый день меняются условия, то политика, то финансовые условия, то рынок меняется, то, собственно, конкуренты появляются, то ценовая политика, то налоги, то еще что-то, и мы на это не можем влиять, это все внешние для нас какие-то воздействия, но мы вынуждены на это реагировать. И поэтому нам каждый день нужны не те комбинации из 10 тысяч отчетов, которые генерируются каждый день, а нам нужны комбинации из комбинации этих отчетов. То есть нам нужны не столько отчеты, сколько нам нужно иметь возможность самим, исходя из изменившихся условий, покрутить эти данные, собственно, поотрабатывать какие-то гипотезы, и на основе лучшего, более глубокого понимания этих гипотез, соответственно, принять правильное решение. Здесь очень важно для себя понять, что вообще управленческие решения, как таковые, они не бывают идеальными. Не бывает, как там говорят, правильных или неправильных управленческих решений. За любое решение вы будете отвечать, вы будете его отрабатывать. Самая проблемная ситуация, когда управленческие решения приняты не вовремя, когда вместо того, чтобы реагировать, вы просто ждете, что оно рассосется само, не рассосется. И поэтому, когда вы приходите в организацию и начинаете понимать, а занимаются ли они анализом данных, а есть ли у них управленческая аналитика или они живут в категории отчетности. Собственно, самый простой вопрос на понимание, а есть ли у них какие-то инструменты, которые позволяют им смотреть на цифры не в категориях, отчеты, собственно, таблички, неважно насколько они визуально красивы, графики, неважно анимированные они при этом или нет, но это инструмент, который просто показывает какие-то показатели, которые вам достаточны для администрирования процессов, просто для объяснения себе, что сегодня хорошо, завтра опять хорошо, послезавтра опять хорошо. Ой, ну стало чуть-чуть похуже, но в принципе входят в заданные какие-то рамки. Все вот это, собственно, свидетельство о том, что люди занимаются администрированием, они не занимаются анализом. А вот как только вам, собственно, говорят о том, что в организации появились люди, которые, в принципе, даже если все хорошо, занимаются отработкой гипотез, собственно, смотрят на те же самые цифры под другим углом, пытаются найти какие-то неочевидные зависимости, которые даже не включены в текущие отчеты, то, вероятнее всего, они как раз и пытаются более глубоко понять свои данные. И, собственно, дальше, когда возникнет задача принять ответственное решение за изменение, внесение изменений в нормальную ежедневную работу компании, они, собственно, смогут это сделать более адекватно, поскольку будут владеть более качественными цифрами, более четким представлением о том, что, соответственно, есть. Чем еще отличается, собственно, подход к работе с отчетностью в организации, с анализом? То, что мы, собственно, с вами проговорили, попытка анализировать, она всегда подразумевает, что вы не только в ваши цифры, в ваши какие-то приложения, связанные с управленческой информацией, вводите не только внутренние цифры, не только внутренние данные, но и сознательно вводите внешние данные. Ну, например, анализ конкурентов на рынке, или анализ финансовых каких-то показателей, сравнимых каких-то, собственно, компаний. То есть вы сознательно расширяете картинку, пытаетесь ее сделать больше, чем есть у вас данных внутри вашей компании. Если мы говорим о том, как, собственно, должна выглядеть эта картинка, сейчас еще раз о тех же самых отчетах и управленческой аналитике, но с точки зрения демонстрации полноты картинки, что ожидает управление, со что получается с точки зрения отчетов? Что вот это вот? Ну, предполагайте. Современное искусство, да. Еще варианты? Кожная сыпь. Ну, да. Хорошо. Что вот это? Хлеб. Окей. А если я скажу, что это и то, это одно и то же, ну, корочка, наверное, да, пошло предположение. По большому счету, что я хочу сейчас показать, что если ваша организация живет в категории отчетов, то вы вот так вот и живете. Вот если вторую картинку вам не показать, вы никогда не знаете, о чем это. То есть человек, который каждый день вот это вот видит, он, наверное, знает, все остальные даже представления не имеют. Поэтому если у вас целостной картинки некой объемной нет, где вы видите зависимости важную вашими элементами, а вы нарезаете вот эти вот отчеты, то есть с одной стороны все правильно, ну, вот я возьму стакан в руки, да. Вот стакан, он целостный, в смысле предмет, он объемный, да. Но если я вам покажу вот этим торцом, наклонять не буду на очков и вылиться, вы увидите круг одного диаметра. Вот это вот один из отчетов, один из срезов, одна из проекций. Покажу вот этим торцом, да, другой круг, да. Покажу вот так вот, ну, некий такой конус, да. Но на самом деле целостный он за счет того, что я его могу крутить, посмотреть, он еще имеет какие-то ощущабельные вещи, да, форму, температуру там и так далее. Так вот, с точки зрения управленческой аналитики, хотелось бы, собственно, любому управленцу увидеть в целом объемную картинку, выбирать тот способ представления, который ему нужен в данный момент, а не работать вот с этими отчетами. Ну, собственно, я покажу просто еще пример отчетов для разнообразия, да. Вот это вот тоже, собственно, продолжение того же самого, что мы увидели в этих двух отчетах. Что это такое в итоге? Сможете восстановить? Вид сверху или какой-то еще. Ну, начнем поворачивать немножко. Модельку можно нарисовать, да. В итоге, наверное, уже догадались, что это бублик, да. То есть если нам бы дали сразу целостную картинку, мы бы сами покрутили, мысленно разрезали, если нам нужно, посмотрели на корочку, посмотрели внутрь. Но, в принципе, любое управленец, он ожидает вот того, а не вот того, что внизу есть, да. Поэтому если у вас в организации есть только то, что внизу, только отчетность, да, то это означает, что вы постоянно что-то теряете, вы работаете кусками и не видите целой картинки. Особенно это касается, например, человека, который пришел в вашу организацию как новичок, да, и, собственно, даже не может сопоставить какие-то вещи, связанные с разными подразделениями внутри вашей компании. Не называя имен конкретных заказчиков, поскольку, ну, не все разрешают это рассказывать, тем не менее, как можно оценивать, да, эффективность появления вот таких вот управленческих решений, где люди начинают видеть картинку. Например, крупная сеть магазинов на территории Российской Федерации в качестве критерия, которые просили оценить эффективность внедрения, собственно, там, средств бизнес-аналитики, сказала очень просто, говорит, знаете, когда мы принимаем управленцев для управления кустами наших магазинов, то есть магазинов столько, что мы работаем категориями не просто директоров магазинов, а директорами кустов магазинов, то есть это совокупность там из 20-40 магазинов. Мы, говорит, для себя оцениваем то, что этот управление, с которого мы берем с рынка, ну, не просто там начинающим каким-то человеком, да, то есть мы его реально покупаем, платим ему большую заработную плату за его уже имеющийся опыт, мы берем его в том числе из розничного бизнеса, но мы понимаем, что для проникновения в нашу специфику именно работы в нашей торговой сети ему нужно примерно полгода, то есть это вот такое плотное погружение. Реально, давая ему вот ту вот объемную картинку, мы понимаем, что этот период полгода мы снижаем, ну, в зависимости уже от опыта человека, до двух-трех месяцев, да. А дальше в чем хотите, в том и мерите, если вы хотите это облечь в деньги. Можете мерить его там заработной плате, да, которая платится уже осознанно за те 4 месяца, за которые он уже принимает осознанные решения. Можете оценивать в повышенном качестве принятия управленческих решений, собственно, когда он допускает меньше ошибок, да. Ну, а в категориях, собственно, крупных сетевых магазинов, это, собственно, категории исчисляются миллионами рублей в дни, а может быть и десятками миллионов рублей, да. То есть считать уже можно по-разному эффективность, но ключевой момент заключается в том, что категория жизни в рамках отчетности это не управленческая аналитика. Хотя, с другой стороны, если вы зададите вопрос, а как же живут управленцы вот в тех компаниях, которые работают с этими отчетами, ну, так и живут. Что они, по сути, делают? Они, как правило, если вы посмотрите, что происходит, например, финансовый директор, который сам с инструментами может там не на «т» общаться, как правило, имеет одного, двух, трех аналитиков, да, которых просит, собственно, те отчеты, которые прилетают ежедневно, как-то сопоставить, покрутить и говорить, а дай мне вот такой вот отчет, а дай мне вот такой вот отчет. И сидят эти аналитики, все эти данные между собой сводят и предлагают ему вот те самые гипотезы. А он что дальше берет? И он говорит, на мне-то ответственность все равно висит, как на финансовом директоре. Я что беру? Я беру один отчет, второй отчет, третий, ну, сколько на столе помещается, да, для полноты картинки. И начинаю сводить вот эту трехмерную картинку у себя в голове. То есть мне не инструменты помогают это делать, а я это делаю, но все равно в голове с тем, чтобы составить вот эту трехмерную картинку, попытаться ее покрутить. И если у меня возникают какие-то вопросы, я опять к людям обращаюсь, говорю, слушай, докрути там эти данные, да покажи мне в другом разрезе, в третьем, в четвертом, да. То есть все это, в принципе, тоже может работать, но если у вас есть инструмент управления аналитики, который сам помогает вам эту информацию представить, неком таком, образно говоря, трехмерной картинке, это уже дает совершенно другой уровень работы с информацией. Еще более важно, на самом деле, не только анализ самого объекта, ну, собственно, бублика, да, некого бизнес-процесса, а взаимосвязей процессов между собой. Потому что, на самом деле, когда занимаешься внедрением управленческой аналитики, выясняется, что она, каждая сама по себе имеет пользу, например, для отдельных департаментов, для отдельных тематик, ну, не знаю, там, например, финансы, управление персоналом, производство, логистика, да, закупки и так далее. Но самая интересная вещь появляется, когда вы начинаете сочетать эти области между собой. Условно говоря, когда финансовый директор говорит, я там, например, одобряю какие-то бюджеты на, собственно, или одобряю инвестиции на выполнение каких-то там, собственно, проектов. Собственно, люди, которые занимаются проектами, ежедневно делают эти проекты, у них есть какие-то свои показатели, но дальше самое интересное начинается не тогда, когда вы управленцам проектов даете, собственно, финансовым директорам каждую свою картинку, а начинаете ее сочетать. И показываете, что, например, ежегодно, несмотря на то, что в какие-то области деятельности, например, на производство идут постоянно финансовые инвестиции, тем не менее эти части производства оказываются наиболее убыточными, например. И появляется куча вопросов, а что это такое происходит? Деньги неэффективно тратятся или вообще, собственно, нам туда ли нужно вкладывать эти деньги и так далее. В качестве примера образного, как эти процессы могут сочетаться, те же самые бублики, но теперь у нас логистическая, собственно, проблема. Нам нужно эти бублики упаковать и довезти куда-то. Соответственно, мы можем посчитать примерно, насколько бублика помещается в ящик соответствующий. А дальше начинается управленческая деятельность, когда я говорю, слушайте, а теперь у нас новый вид продукции надо выпустить, и продукция будет вот такая. Ящики те же самые, логистика та же самая, покупатели, предположим, те же самые для простоты, магазины те же самые, автомобили те же самые. Но нам теперь нужно понять, а как новую продукцию, которую рекомендуют к выпуску, как кажется, например, маркетологам целесообразнее было бы выпускать, потому что спрос будет выше, и монетизация будет больше. А как, собственно, наши все остальные процессы, в результате вовлеченные в перевозку этой продукции, будут это все отрабатывать? Ну, собственно, поместится ли в палету нужное количество этих рогаликов витых, или, собственно, не поместится, и если поместится, то сколько? Дальше можно расширять эту область деятельности и задавать себе прочие вопросы. Одни и те же ингредиенты, условно говоря, один и тот же, может быть, технологический процесс, одни и те же, условно говоря, станки, но почему-то в одном случае появляется одно, в другом случае другое, да, и каждый обладает своими характеристиками, своими качествами. Как точно так же, этот процесс можно расширять и на какие-то другие бизнес-процессы, говоря о том, что в результате применения тех или иных, собственно, ингредиентов, да, и того или иного технологического процесса мы как-то реализуем их изготовление, дальше каким-то образом доводим до логистики, а дальше, собственно, занимаемся выкладкой в магазинах, как-то продаем и вовлекаем туда еще кучу всяких неочевидных на этих фотографиях процессах, связанных и с тем, как эти вещи хранятся, и со сроками жизни, и с эффективностью продаж, да, то есть здесь уже речь идет о вовлечении всех бизнес-процессов, которые работают во всей организации. Поэтому, подытоживая, да, еще раз, желательно иметь объемную картинку с данными, которые у вас есть. Второе, иметь возможность начинать с любой стороны, и это на самом деле очень важно, потому что обычно, когда вы приходите в организацию, и в принципе вам говорят, нам, вот мы чувствуем, мы чувствуем, нам нужна управленческая аналитика, вот мы там посмотрели, возникает вопрос, а что вас реально просят? Вы начинаете с людьми говорить, и выясняется, что кому-то запала в голову вот эта вот красивая анимация картинки. То есть людям не столько управленческая аналитика нужна, сколько, например, поработав в Excel и в таблицами, они хотят просто графики увидеть. А если еще кто-то анимированные картинки показал, они говорят, вот, вот, нам анимации не хватает. Дальше следующие кто-то, кто поглубже мыслит, они начинают говорить, слушайте, ну, нам как бы нужна управленческая аналитика, но тут к нам пришли и сказали, вы знаете, у вас данные грязные, у нас они в разных системах хранятся, качественные управленческие решения принимать невозможно, поэтому давайте мы вместо того, чтобы устраивать управленческую аналитику, займемся сугубо айтишными вещами, связанными с очисткой данных, построением хранилища и так далее. На самом деле не хочется обижать коллег из IT, потому что все вещи связаны терминами управления данными, очистка данных, создание хранилищ, это все тематики правильные, и они имеют право на существование в организациях, но не нужно просто замещать одно другим, потому что если, например, вы приходите к финансовому директору, и он вам говорит, мне нужны такие-то данные для того, чтобы принять вот такое вот решение, а вы ему в ответ говорите, слушайте, ну, у нас данные нечистые, они у нас грязные в разных системах и так далее, то в лучшем случае, естественно, вы нарветесь на грубость, потому что он скажет, не надо меня учить в жизни, я и так знаю, что они там, может быть, нечистые, грязные, я это себе в риске, собственно, понимаю, я и так каждый день с этим работаю. Поэтому ответь мне, пожалуйста, на простой вопрос. Если ты мне можешь помочь более эффективно работать с теми данными, которые у меня и так есть, то давай поговорим, за какое время, за какие деньги. А если ты не можешь, и ты меня, собственно, погружаешь в сугубо технические вещи, то зачем ты это делаешь, потому что ты мне ничем сейчас, собственно, помочь не можешь. Поэтому здесь очень важно, собственно, не замыливать вот этими техническими вещами. Я об этом еще несколько раз буду говорить, Но подытоживая, хотелось бы сделать акцент на следующем. Нормальные инструменты и нормальный подход к управленческой аналитике позволяют вам заходить с любой из сторон. Хотите от производства, хотите от логистики, хотите от продаж, хотите от финансов или чего-то еще. Главное в этой области иметь неких людей, которым нужно решать задачи, иметь какие-то данные, а они всегда есть, мы уже это говорили. И, собственно, иметь, как я говорил, любопытных инициативных людей, которые хотят получать результат. Если мы говорим о итоге, о том, как могла бы выглядеть картинка, связанная с работой с данными на предприятии, то если вы будете погружаться в какое-либо предприятие, вы увидите, что у нас может быть куча разных систем. Я в качестве примеров здесь самый разный привел. ERP – учет планирования ресурсов. МЕС – это системы, связанные с анализом работы оборудования. CRM – работа с заказчиками, Jira – это, как правило, айтишные вещи. Тем не менее, в каждой из этих систем, поскольку каждая из этих систем целевым образом создается для поддержки тех или иных бизнес-процессов, безусловно, существуют свои какие-то данные. У каждой из этих систем существуют свои какие-то целевые пользователи, которые могут в других системах и не работать, им это может быть и не нужно. И, естественно, поскольку с этими данными пользователям нужно работать, естественно, в этих системах существуют свои какие-то целевые отчеты, которые как раз позволяют ежедневно просто смотреть, насколько те или иные административные процессы, которые фиксируются в этих системах, входят в пороговые значения или не входят в пороговые значения. Но, тем не менее, когда мы начинаем говорить об управленце, об управленческой деятельности, все немножко меняется, потому что управленец говорит, ребята, все это разрозненные части тех или иных бизнес-процессов, а мне хочется, собственно, понять, как это все работает в принципе. С одной стороны, у меня есть картинка, под которую это выстраивалось, то есть у меня как у управленца есть представление о том, как эти кубики все должны бы взаимодействовать между собой и жить между собой, но всегда возникает вопрос, как та картинка, которую я нарисовал себе в голове, или ту картинку, которую я в виде проекта себе рисовал, то, что я хотел получить, а насколько она соответствует вообще реальной действительности. И тут возникает целый класс задач, который связан с первым моментом. Вы должны иметь возможность подключаться технически к каждой из этих систем, а каждая из этих систем имеет свои протоколы, свои технические какие-то ограничения, или связанные с безопасностью, или связанные со скоростью работы, или связанные с объемами данных, ну и прочей спецификой. Погружаться очень глубоко в технику сейчас не буду. Плюс у нас еще существует потенциально куча внешних каких-то данных, ну, к примеру, вы как человек, занимающийся маркетингом, периодически, предположим, в принципе, чтобы не быть в вакууме, пытаетесь понять, а как вы на рынке живете, например, в конкурентной среде. Вы растете вместе с рынком, вы быстрее рынка растете, например, и что делают конкуренты. Естественно, такую информацию, как правило, внутри ваших систем не собирают. Вы эту информацию, как правило, запрашиваете из внешних аналитических агентств, либо собираете своими разведчиками, которые каким-то образом данные собирают. Соответственно, помимо тех систем, которые существуют у вас в департаменте IT, которые сопровождаются у вас, и все с ними хорошо, вы сознательно в управленческую деятельность привносите дополнительные источники, пытаясь расширить за счет них эту самую картинку. Эти источники, опять же, могут быть самыми разными, поскольку, например, даже если вы заплатите деньги внешнему аналитическому агентству и скажете, дайте мне анализ конкурентного рынка, вероятнее всего они предоставят не в том формате, который вам нравится, а в том, которым им удобнее. В лучшем случае это будет Excel, табличка, а может быть какая-то база данных, а может быть еще что-то. А вам-то работать с данными нужно самим, и еще и в сочетании с теми данными, которые есть в вашей организации. Поэтому тот инструмент, которым вы должны работать, должен позволять вам подстраиваться под все многообразие источников, плюс еще каких-то промежуточных наколенных источников, выгрузы, которые вы сами себе создаете или создают ваши сотрудники. И вот это вот все, будучи объединенные в общую картинку, не очень сложными с технической точки зрения способами, потому что если под это подложить сложную технику, понятно, что вы даже заниматься этим не будете, скажете, слишком сложно, зачем я этим буду заниматься, пусть айтишники занимаются. Так вот, если инструмент позволяет вам цепляться к разным источникам, забирать данные в том виде, в котором они готовы их предоставить, включая внутренние источники, внешние, любые придуманные источники, и на основании всех этих данных, взятых из разных источников, вам формировать общую картинку и позволять крутить ее как угодно, это и будет, собственно, там идеальный некий инструмент управленческой аналитики, который позволит вам сопоставлять картинку, которая реально отражает положение дел вашей организации, с той идеализированной картинкой, которая у вас есть в голове. Это вот, собственно, к чему как бы в итоге хотелось бы прийти. В итоге, для того, чтобы, собственно, приземлить это и посмотреть, как это могло бы работать, я просто сейчас вживую покажу пример, как могли бы собираться эти данные. И, собственно, буду приветствоваться ваши вопросы, потому что после моей демонстрации мы планомерно, собственно, перейдем к сессии вопросов и ответов. С чем я буду работать? Ну, для того, чтобы это было ближе к реальной жизни, я покажу это на неких примерах данных. Сразу возьму несколько источников. Сразу говорю о том, что такими источниками могут выступать потенциально любые источники с точки зрения технических вещей. Это могут быть базы данных, разные форматы файлов, это могут быть учетные системы и так далее. Но чтобы вас сейчас техника не грузить, поскольку уровень подготовки технических у всех разный, я в качестве примеров взял несколько Excel-файликов. С Excel кто работал? Поднимите, пожалуйста, руки. Все. Ну, то есть с этим проблем не возникнет, да? И покажу несколько источников. Я для примера возьму четыре источника. Этого будет достаточно. Если кто-то захочет поиграться со своими данными, естественно, сможете это сделать у себя на своих компьютерах. Я потом расскажу, собственно, как аналогичные вещи можно сделать у себя. Итого у меня есть четыре источника. Сейчас на первом этапе будем воспринимать, что это технически, но вот так сложилось, четыре разных системы, в которых хранятся четыре разные части той информации, которую мне нужно будет в итоге свести воедино. Первый источник предельно простой. В нем хранится информация у моих сотрудников, которые что-то делают, увлечены каким-то образом в процесс. Соответственно, что из интересного, дальше посмотрим, что фамилии здесь, поскольку этот пример демонстрационный, специально подобраны таким образом, чтобы они не повторялись, они все уникальны. А имена некоторые повторялись, ну, например, есть несколько Сергеев, Андреев там, ну и так далее. Чем это интересно, посмотрим. Второй, соответственно, файлик — это, предположим, персональная информация об этих сотрудниках. Можно еще понапридумывать и сказать, что раз это персональная информация, как по законам положено, в том числе и Российской Федерации, эта персональная информация хранится в определенных местах, с определенными степенями защиты, и именно поэтому она хранится в отдельном источнике, например, и будут вынуждены не хранить это все вместе, а подключаться к разным источникам, забирая свою часть информации. Плюс еще, как мы говорили, данные могут быть неидеальные. В данном случае простейший вариант неидеальности данных, хотя они могут быть совсем уж испорченные. У нас часть данных просто пропущена, хотя могут быть и более существенные искажения. Но смысл заключается еще раз — не перекладывать все в техническую область. Данные есть, как они есть, мне с ними уже нужно работать. Берем то, что есть. Третий источник — это пример справочников. Вам в предыдущей лекции, насколько я понимаю, рассказывали о том, что такое справочники, и, собственно, какими они могут быть, и как их можно строить. Сейчас не буду долго рассказывать. В общем случае таким справочником может быть обычная Excel. То есть это, собственно, соответствие неких наборов данных между собой. В данном случае эти соответствия говорят о том, что у нас есть два типа складов, через которые производятся отгрузки. И то, что я буду рассказывать, это вообще некий процесс отгрузок. Соответственно, просходили они через какой-то склад, но этот склад находится в конкретном каком-то городе. Ну и последняя табличка, можно сказать, что она, наверное, самая интересная, поскольку дает нам реальную пищу для размышлений. Это некие фактические данные, связанные с отгрузками тех самых товаров, говорящие буквально следующее, о том, что некий сотрудник у нас поучаствовал в отгрузке некого товара, поучаствовал он в конкретную дату, отгрузка была проведена через конкретный склад, но и суммарно он вгрузил на какой-то там объем, неважно, в чем хотите, его измеряете, некой стоимости, опять же, неважно, в каких денежных единицах вы его измеряете. Так вот, теперь подытоживая, все эти четыре источника, мне бы хотелось превратить некую трехмерную картинку и получить с этого некую такую ценность. Какую ценность, еще обсудим. Перед тем, как я начну это все собирать в единую картинку, еще раз оговорюсь то, что мы увидели. Можно воспринимать эти четыре источника как четыре физических, просто разных источника. Вот, собственно, возвращаясь к тому слайду, который я показывал, это, предположим, у нас четыре внизу разные системы, которые хранят эти части информации. А можно воспринимать, на самом деле, это как четыре разных отчета, когда я говорю, что, в принципе, уже кто-то попросил и сделал отдельные выгрузки, например, по сотрудникам, которые у меня были, по складам, которые у меня есть там, ну и так далее. По сути, я имею четыре отчета, но еще раз, я как управленец хочу видеть не четыре разных отчета, не четыре разных проекта с одной и той же информацией, а хочу видеть цельную трехмерную картинку. Что я для этого делаю? Я буду использовать продукт, который называется ClickSense. О том, как его можно скачать, загрузить, попробовать самим что-то подобное сделать, я потом расскажу еще сегодня. Это и может являться неким таким заданием на вашу собственную деятельность, для того, чтобы попробовать познакомиться с инструментом, попытаться порешать какие-то управленческие задачи. Ну и создаю некое аналитическое приложение, назовем его как-нибудь. Открываю это приложение и начинаю собирать из тех имеющихся данных, которые у меня есть, начинаю собирать то, что мне нужно. Первое, легкое техническое погружение, совсем не глубокая демонстрация того, что инструмент является всеядным, то, что мы говорили, для того, чтобы загружать данные из разных источников, он должен уметь технически цепляться к разным источникам, загружать имеющиеся у него данные. Но это на самом деле не весь список источников, их может быть гораздо больше. Но для меня, как для конечного пользователя, я понимаю, что мои данные настолько просты, насколько это возможно, поэтому я на самом деле даже не буду пользоваться никакими техническими вещами. Я буду потихонечку добавлять их вот так вот в режиме drag and drop. Почему бы и нет. При этом пока нового ничего я по сравнению с Excel не вижу. В данном случае перетащил фамилии, имена сотрудников, увидел все то же самое в клике. Я просто говорю добавить данные. Мне инструмент говорит, ну загрузили, уже как-то с этими данными можно поиграться. Вот они уже, списки этих полей есть. Но я говорю, ну у меня в принципе данных больше, поэтому не останавливаемся в любой последовательности. Я беру сюда, добавляю данные, например, об адресах сотрудников. Опять же, ничего нового не вижу. Вижу, что структуру клик распознает, добавляю данные. Как только я добавил больше, чем один из источников, у меня, естественно, клик немножко меняет представление, говоря о том, что раз у тебя информация разбросана по разным местам, ты же ее хочешь целостно как-то видеть, значит ее надо будет как-то сопоставить между собой. Перед тем, как перейти к сопоставлению, я ему сейчас набросаю еще задачи. Собственно, отгрузки факт добавим сюда. Те же самые факты добавляю. Не трачу время. Вижу, третий пузырек. Ну и добавляю сюда справочник со складами отгрузки. Этого достаточно для демонстрации. Итого вот у меня четыре источника. Конечно, я могу пощелкать по каждому из них, посмотреть еще раз все те же самые данные, которые у меня были в каждом из этих файликов. Но самое интересное заключается дальше в том, что, как я говорил, если мне нужна целостная картинка, это означает, что как-то эти данные из разных источников должны быть непротиворечиво сопоставлены между собой. При этом желательно, чтобы я как бизнес-пользователь, мне же нужна ценность с точки зрения данных, а не ценность каких-то айтишных заморочек. Мне бы желательно потратить минимум времени на связывание этих данных. И в принципе, что делает уже клик? Он на самом деле при загрузке данных смотрит не на название вот этих вот заголовков, которые здесь тоже есть, а на реальные данные, которые хранятся в тех или иных столбцах, и пытается методами мат-статистистики анализировать, насколько эти данные совпадают в разных источниках. Но это вот пример некого такого искусственного интеллекта, хоть и в простейшем его виде, когда искусственный интеллект может помочь упростить связывание данных между собой. Это очень легко наблюдается, когда я зажимаю любой, например, из источников, и он мне разными цветами просто показывает количество статистических совпадений, которые есть в разных источниках. Если я беру какой-то другой источник, он, собственно, показывает, в каких из источников есть большее совпадение или меньшее количество совпадений. Так точно так же, если с какими-то источниками совпадений нет, но я очень хочу их сопоставить, мне клик скажет, ну, я, конечно, умный, но не настолько, я не знаю, по каким полям ты собираешься связывать, указываю их сам ручками. То есть этим всем можно управлять. Но если я, собственно, хочу посмотреть, что мне клик предлагает, я говорю, покажи мне то, что ты мне предлагаешь, и он, обратив внимание, здесь показывает, что я увидел здесь склады в поле точка отгрузки, здесь склады в поле точка отгрузки. Прошу, покажи мне еще какие-то взаимосвязи, и он мне показывает, обратив внимание, взаимосвязи по полям, номерам сотрудников или по каким-то другим полям, но в которых тоже есть номера сотрудников. Я тут, наверное, собой закрываю. Вот здесь вот видно, что поле называется номер сотрудника, а там называется номер. Но содержимое одно и то же, поэтому клик предлагает вам сопоставить эти данные по этому полю, даже несмотря на то, что столбцы называются по-разному. В итоге играться можно с этими полями как угодно, можно самому сюда и присоединять, можно показать, покажи мне все взаимосвязи. В итоге примени, но опять же, кому какой вид представления удобен, кому-то пузырьки больше нравятся, кому-то таблички, стандартное айтишное представление. Так или иначе, я заканчиваю игру с этой техникой, загружаю мои данные, и перед тем, как начинать данные визуализировать, просто покажу еще один вариант представления, который может быть кому-то из вас знаком. Во всяком случае, те, кто занимается айти, или как-то ближе к нему относятся, наверняка что-то подобное видели. Когда-нибудь картинку, если кто-то видел, назовите, что это? Модель? ER-модель, слышу, еще какие-то варианты? Ну, еще кто-то говорит о том, что это обычно реляционная модель некая. Сразу могу сказать, что примерно похоже, но это не реляционная модель. С одной стороны, здесь есть таблички, то есть четыре источника как были, так мы их загрузили, мы с ними ничего не делали. С другой стороны, как мы видели, нам клик помог обнаружить какие-то потенциальные поля, которые можно считать как ключевые поля. Он даже ключики здесь нарисовал, соответственно, понимая, как сопоставлять данные. Но если кто-то по-прежнему считает, что это реляционная модель или ER-модель, что в данном случае эквивалентная, это не реляционная модель, потому что в реляционной модели здесь еще помимо вот этих вот ключевых полей, табличек и вот этих вот линеечек связей, должны быть нарисованы типы связей, коих бывает как минимум три, один к одному, один ко многим, многие ко многим. Но вот, собственно, как только вы оставляете реляционную модель, и если дальше мы говорим, что это вот начальный этап загрузки, когда мы данные загрузили, и передаем их пользователю, то если вы видели здесь реляционную модель, то это означает, что вы пользователя, который ничего не желает знать о технике, так сознательно погружаете в сугубо айтишные вещи, потому что от реляционной модели очень сильно зависят правила расчетов, правила написания выражений и так далее. А если я сюда добавлю еще не четыре источника, а, например, сотню, можно будет повеситься в попытках разобраться, что как правильно считать. Поэтому, собственно, как инструмент клик, он делает еще одну вещь, она на самом деле является ноу-хау клика. Разработчики говорят так, то, что у нас данные связаны различными типами отношений, это понятно. Сама реляционная модель – это математически строгий аппарат, поэтому мы придумали движок, который умеет все эти типы отношений между собой распознавать и абстрагировать их от конечного пользователя. При этом сам инструмент говорит буквально следующее. Неважно, где у нас, в каких источниках взяты данные, неважно, какими типами реляционных отношений они связаны, считаться данные будут правильно. Вот просто поверьте. Не верите, можете проверить. Поэтому это последний момент, когда я показываю техническую часть. А что делает на самом деле клик невидимого здесь? И это я сейчас дальше покажу вживую, например. Он на самом деле берет и благодаря вот этим связи по ключевым полям выстраивает единое множество данных, понимая, как каждое конкретное значение в любом поле, ну, например, как каждая фамилия сотрудника связана с каждым из регионов отгрузки, например, в котором сотрудник отгружал какие-то товары. При этом ему его не нужно учить. То есть, по сути, клик и говорит, я вам создаю единое множество взаимосвязанных данных, то есть я из ваших данных, разбросанных по разным источникам и табличкам, восстанавливаю вот тот самый объемный объект управления и позволяю вам видеть его все взаимосвязи и крутить его как угодно. Давайте, собственно, уйдем от теории, перейдем к практике. Я просто покажу, как это будет выглядеть для конечного пользователя. Вот совсем от техники уйдем. И я открываю для себя страничку, пока на которой никаких объектов визуализации нет. Она пустая. Первая прелесть для меня, как для бизнес-пользователя, я уже говорил, забудем о технике. Я вижу все поля, которые у меня есть, все данные, которые пришли из разных источников, меня не интересует, в каких таблицах, меня не интересует, сколько их, и уж тем более интересует, какие реляционные отношения. Первое, что я сделаю, я не буду рисовать диаграммки, мультипликацией чуть позже займемся. Я просто выбрасываю на экран несколько полей с данными, которые я загрузил, например, фамилии сотрудников, имена сотрудников, например, город, где они живут, например, название товара, который они отгружали. Дальше регион отгрузки нам будет интересен. Ну и последние два поля, дата продаж и, например, стоимость отгрузок. Пока никаких графиков. Первое, что делает клик, он говорит, слушайте, ну какая вам разница, сколько у вас строчек вообще было. Вам же важно не потерять суть в информации, а еще и что-то получить, чтобы вам инструмент подсказывал, давал эту трехмерную картинку и показывал взаимосвязи. Собственно, то, что он показывает только уникальные значения, уже понятно, поскольку у каждого из наших сотрудников было и имя, и фамилия, ну как у каждого человека. А здесь мы видим, что список имен короче. Я подсказывал, что у нас некоторые имена повторялись. Например, Неско, Сергеев, Андреев и так далее. А список фамилий длиннее, потому что все фамилии у нас уникальные. На самом деле, как это можно было бы увидеть наглядно? Что гадать-то? Я говорю, я хочу поиграться с данными. Пока никаких вопросов не задаю, мне интересны взаимосвязи. Я щелкаю по сотруднику с именем Сергей. И дальше за счет того, что клик знает, понимает все данные, как они взаимосвязаны, конкретные данные, он использует три стандартных цвета, применимые к любым абсолютно данным. Зеленый – это то, что вы выбрали, то, на чем вы сами захотели сфокусироваться. Белый – это, собственно, то, что гарантированно связано с выбранным вами зеленым цветом. А серый – то, что гарантированно не связано с выбранным вами зеленым цветом. Можно провести некие аналогии. Разговорите, что с Excel работали все. То есть зеленые здесь, в клике, это то, что вы можете выбирать в режиме фильтрации в фильтрах в Excel. Наверняка все пользовались фильтрами в попытках уменьшить портянку с данными, которые у вас на экран выводятся. Белое, соответственно, это то, что применяется, появляется, остается у вас на экране в результате применения ваших фильтров. А серое, на самом деле, в Excel – это то, что постоянно в Excel исчезает. То есть клик, он просто не убирает это с экрана, а показывает вам серым цветом то, что это не вошло в вашу выборку, то, что данные не взаимосвязаны. Но он никогда это не убирает с экрана, потому что владение информацией о том, что не попало в вашу выборку, оно не менее ценно, чем владение информацией, что попало в вашу выборку. Потому что если вы подумаете осмысленно, что вы делаете в Excel, пытаясь уменьшить количество строк, выводимых на экран, то есть вы пытаетесь сфокусироваться, играя с фильтрами, но если придет какой-нибудь провокатор мыслящий и начнет вам задавать вопросы на понимание того, что вы делаете, например, скажет, слушайте, а что это вы так легко поиграли с фильтрами, а вы уверены, что вы сейчас ничего не потеряли? Ну, естественно, первая защитная реакция – а как это я могу что-то потерять? Что вижу там в фильтрах, то и выбираю. Ну, я говорю, начинаем усложнять. У вас какие-то значения, которые вы используете при фильтрах, они у вас считаются, округляются, еще раз считаются, еще раз округляются, то есть накапливается та или иная степень ошибки. И поэтому какие-то значения, которые в фильтре выглядят совсем рядышком или наоборот стоящими друг от друга, они в принципе могут быть взаимосвязанными. Просто по числам, по конкретным или по каким-то значениям вы это можете не увидеть. Это неочевидная вещь. А если вы попытаетесь меня убедить в том, что исчезло у вас с экрана ровно то, что нужно исчезнуть, и попытаетесь выбрать фильтры с точностью, да наоборот, иногда это вообще очень трудоемкий процесс, но если вам даже это удастся, вы опять перейдете к тому, что что-то с экрана исчезнет, то есть у вас никогда нет цельного контекста, то есть вы постоянно что-то теряете, вы видите в Excel только те самые отчеты, срезы, куски, в надежде на то, что выбранные вами фильтры позволяют вам ничего не упустить. Клик использует другой подход, он говорит, я всегда показываю трехмерную картинку, вы просто видите взаимосвязи, и при этом, раз мы видим эту трехмерную картинку со всех сторон, мы умеем отвечать на вопросы, которые еще даже зачастую не сформировались у себя четко в голове, то есть вас побуждают задавать вопросы провокационные на основе данных, которые вы видите. Например, я щелкнул по Сергею и сразу вижу, что у меня четыре Сергея, они светятся белым цветом, но при этом они живут в двух городах, и точно, например, Сергея не живут в городе Липецк, потому что город Липецк светится при этом серым цветом. При этом дальше, если задавать вопросы на понимание, откуда была взята информация, я напомню, что фамилии и имена у меня находились в одном источнике, а города, места жительства, адреса их находились в другом источнике, тем не менее клик нам это показывает, как, собственно, взаимосвязанную информацию, он сам в этом разобрался. При этом я дальше, отрабатывая гипотезы, могу захотеть путешествовать в любом направлении, занимаясь исследованием данных, например, я говорю, а где Махоркин живет, мне говорят, в Санкт-Петербурге. Говорю, хорошо, а Печенкин где живет? Там же, в Санкт-Петербурге. Меняем логику рассуждений, если двое живут в Санкт-Петербурге, значит, может быть, их там больше. Захожу со стороны Санкт-Петербурга, говорю, кто живет в Санкт-Петербурге? Да, действительно, правда, их там трое. Те, кого мы уже смотрели, Махоркин, Печенкин, плюс еще Столов. Ну, а четвертый, видимо, живет в Череповце. Все правда. При этом, если кому-то кажется, что в остальных списках, пока элементарных этих объектов визуализации, ничего не происходит, на самом деле это будет ошибка, потому что, как я говорил, клик выстраивает единое множество данных, поэтому, поскольку эти списки просто здесь подлиннее, но граница между серым и белым цветом, она присутствует здесь. Поэтому, фактически, вы можете заниматься исследованием информации в любых направлениях, исходя из вашего собственного стиля мышления. У какого-то другого управленца, у другого человека будет свой путь исследования, у вас будет свой. Поэтому я могу продолжать исследование. Например, Сергей, живущий в Череповце, какие товары у меня отгружали. Вот Новобум выбрал три товара. Сразу понимаю, что у меня отгрузки этих товаров Сергеями не производились, собственно, через определенные города, например, Воркута, Екатеринбург, Москва, Хабаровск. Дальше могу, естественно, повыбирать еще какие-то значения, но могу делать выбор более сложным. На самом деле, в клике, благодаря тому, что он знает все данные, можно выполнять любой поиск, я могу поискать по какому-то критерию, например, хотя бы простейший. Я говорю, покажи мне все, например, стоимости, например, больше 6 тысяч. Если я с ними согласен, опять же жму Enter и получил отгрузки трех товаров на эти стоимости, соответственно, в конкретных городах. Ну и дальше, если я хочу погрузиться до отдельной какой-то, например, записи, я говорю, выбираем за эту дату, и мне четко показывают, что за запись меня интересовало. Сергей, живущий в Череповце, в эту дату на сумму больше 6 тысяч отгружал только товар пятый, и отгрузка происходила во Владивостоке. При этом, на самом деле, я могу точно так же, как я выполнял в любом неограниченном пути погружения, обычно в терминологии подобных инструментов, это называется drill down, погружение до отдельных транзакций, до отдельных записей, я могу захотеть выполнить и процедуру drill up, то есть всплыть, но всплыть, причем не в том направлении, в котором погружался. Например, сказать, что меня интересуют, например, отгрузки за эту дату, но, например, на любые стоимости. Отгрузки, например, не только тех людей, которые живут в Череповце, а во всех городах. Отгрузка не только конкретного какого-то товара, а всех товаров. И, собственно, дальше не только Сергеев, например, я уже увижу, что в эту дату у меня были отгрузки, например, двух людей, двух товаров на какие-то там два варианта стоимости. Но важно дальше, что я могу точно так же продолжить, опять же, погружение в любой степени детализации, с тем, чтобы докопаться до какой-то сути. То есть это вот то, что называется, продукт позволяет вам без всяких ограничений крутить ваш объект управления, с одной стороны, собрав данные из разных источников и, показав вам реальные взаимосвязи, а с другой стороны, позволяя вам отрабатывать любые гипотезы. При этом, на самом деле, поскольку при отработке гипотез есть некая вероятность того, что вы сами еще даже не четко представляете конечный вопрос, а вы, собственно, занимаетесь исследованиями, и есть вероятность того, что вы шли-шли-шли каким-то путем, а потом сами себе и говорите, ну, пять шагов назад все было хорошо, двигался в правильное направление, а потом забрел куда-то не туда. Но пять же шагов назад все было хорошо, я бы хотел вернуться к этим пяти шагам назад и пойти в другом направлении. В этом случае вы можете двигаться на столько шагов, насколько вам требуется назад, поскольку клик запоминает сто шагов вперед-назад, и дальше с любого какого-то шага вы можете изменить направление исследования, собственно, продолжая погружение в требующиеся вам данные. Если это пытаться воблечь более красивый какой-то вид, соответственно, то можно точно так же изменить форму представления информации на экране. Не самоцельно, чаще всего так и делают. И попробовать поотвечать на какие-то бизнес-вопросы, ну, хотя бы начиная с простейших, потом их можно усложнять настолько, насколько требуется. Ну, например, я хочу увидеть лидеров, отстающих по моим отгрузкам по сотрудникам. Хочу увидеть лидеров, отстающих, например, по регионам. Хочу понять в разрезе регионов, например, как соотносятся объемы и стоимости отгружаемых товаров, и вообще как это зависит от количества товаров, отгружаемых в том или ином регионе. Ну, дальше можно генерировать вопрос долго, но, тем не менее, давайте попробуем это сделаем. Я говорю, берем, например, столбчатую диаграмму и начинаем на нее набрасывать нужную мне информацию. Беру фамилии сюда, добавляю, говорю фамилии, будем откладывать по оси. В данном случае я сделал то, что называется, добавил в объект визуализации некое измерение. Измерением может быть любое поле, сам клик разбирается, что нужно взять из этого поля, все уникальные значения, отложить их по оси. Ну, а дальше я что-то хочу в разрезе этих фамилий посчитать. Ну, например, посчитаем объемы фактических отгрузок. Соответственно, я добавляю их сюда же, добавляю как мера. Мера — это нечто, что считается в разрезе измерений, соответственно, я в простейшем виде считаю сумму объема. И уже вижу, в принципе, ответ на свой вопрос, кто у меня лидирующий, кто отстающий. Не хочу сильно тратить время, хочу то же самое увидеть по регионам, поэтому Ctrl-C, Ctrl-V, копирую объект. И говорю, в этом новом объекте просто вместо фамилий мы хотим видеть регионы. Все то же самое. Опять Ctrl-C, Ctrl-V, как говорил, хочу увидеть копирование вставка, хочу увидеть, как в регионах распределяются отгрузки по стоимостям и объемам товаров, и как-то зависит ли это от количества товаров, используемых в отгрузке. Соответственно, на линейчатом графике это не очень удобно видеть. Я беру и показываю, как это может выглядеть на пузырьковом диаграмме. При этом сохранение всех настроек, которые я уже сделал, просто преобразовываю один тип диаграммы в другой и добавляю сюда ту самую стоимость, которая мне интересна. Опять же, поскольку полей может быть много, модель может быть большая, данных может быть много, прелестно то, что я могу эти поля просто искать, зная о них хоть что-нибудь. Не обязательно из списка выбирать. Как точно так же, если я хочу увидеть зависимость от количества товаров, я просто сюда добавляю, например, товар. И точно так же говорю, что у меня размер пузырька будет зависеть от количества товаров, участвующих в отгрузке. Тут надо, естественно, включить голову и понять, что у меня товары, я их специально справа оставил. Это не числовые значения, а строки, поэтому их суммировать бессмысленно, зато их можно считать функцией count, например. Выхожу из режима редактирования, и последняя вещь, которая здесь есть, на самом деле прелесть не в анимации, хотя вы сейчас увидите, что там эти столбики как-то анимировано бегают и так далее. Дело в том, что если вам, например, показать вот эту картинку в разных инструментах, я сейчас показываю клик, может быть, кто-то знает, не знаю, от Microsoft инструмент Power BI, может быть, табло кто-то знает, еще какие-то, сисенс и прочее, то вопрос не в том, что вы видите, а вопрос в том, что вы дальше, как управленец, принимающий решения, отрабатывающий гипотезы, можете делать. Потому что здесь, по большому счету, что у вас есть отчеты, когда мы говорили в категории отчетность или управленческая аналитика, отчеты у вас представлены табличками или они представлены диаграммками, разницы нет. Вопрос заключается в том, вы просто можете смотреть, констатировать какие-то цифры и размеры столбиков, или вы можете исследовать информацию и фокусироваться на том, что вы видите. В частности, я говорю, я хочу фокусироваться, я говорю, я хочу увидеть, как вела себя госпожа прекрасная в разрезе всех этих регионов, всех этих товаров, потому что она у меня лидер. Я по ней щелкаю и сразу вижу целостное изменение картинки. То есть, по большому счету, вот он мой объект управления, он остался объектом управления, но я представил разные срезы, разные разрезы и попросил, поверни мне его немножко вот так, но он не потерял при этом целостность. Я говорю, хорошо, хочу не по Елене прекрасно это смотреть, например, а по господину Марковкину, пожалуйста. Хочу по нескольким людям смотреть, пожалуйста. При этом, что очень важно, напомню, у меня регионы, как данные по источникам, хранились в одном источнике, сотрудники хранились в другом источнике, товары хранились в третьем источнике, суммы объема хранились в четвертом источнике, тем не менее, я ничего не делал для настройки между собой объектов визуализации, за меня это делает инструмент, я лишь просто указываю, в каких разрезах мне удобнее наблюдать эту картинку. При этом дальше уже степень гибкости, какую вы хотите, можно так выбирать по одной отдельности, можно вот так выбирать, можно вот так выбирать. Понятно, что в умных инструментах у вас это все заточено так, чтобы вы это могли делать не только мышкой, как я сейчас делаю на компьютере, но и, например, на планшете, где клавиатуры нет, а могли делать это пальцами. Можно вот так выбирать, а можно на более сложных диаграммах выбирать вот так вот, по нескольким осям, например, если очень хочется. Идея ключевая заключается в том, что что я вижу, то я и должен иметь возможность захватывать с тем, чтобы погружаться в детали. Поэтому если меня интересует анализ того, что отгружали люди, например, топ-5, вот я их вижу, топ-5, я их захватил, говорю, а в разрезе этих топ-5 меня интересует в разрезе топ-3 регионов и посмотреть, как производились отгрузки на конкретных видах товаров. Вот я, собственно, получил картинку и могу ее, собственно, увидеть. Захотел исследовать что-то другое, посмотрел в другом каком-то разрезе. Вот, собственно, концепт. Он здесь очень простой. Я просто показал, насколько, в принципе, легко это можно собрать. И идея заключается еще раз в том, чем хотелось бы подытожить, перед тем, как устроить сессию вопросов-ответов и перейти к перерыву. Несколько акцентов расставить. Первое. Не замыливайте бизнес-задачи техникой. Все вещи, которые связаны с работой с данными, очисткой данных, повышением качества данных, созданием справочников, это все правильные вещи. И они должны быть в инфраструктуре любого более-менее крупного предприятия. Но если у вас есть бизнес-задачи, иначе говоря, есть конкретный человек, который говорит, мне сегодня или завтра будет отдельная ценность, если я из моих данных, которые я уже имею, того качества, которое есть, лучше все равно сейчас представить быстро не сможете, я хочу получить дополнительную ценность, хочу видеть зависимости, хочу иметь возможность анализировать, исследовать, находить первопричины, следствия и так далее. Соответственно, дайте мне возможность с этим работать. Это уже как бы для вас флажок о том, что вот есть конкретное заинтересованное лицо, и с ним нужно разговаривать не в категориях сугубо айтишных, а давай данные почистим, давай хранилище построим. А вы можете, зная конкретный, например, инструмент, который я сейчас, к примеру, показываю, прийти к человеку и сказать, окей, ты знаешь, что тебе нужно, а я владею инструментом. Соответственно, давай вместе сядем за один рабочий стол, ты мне будешь корректировать, а я в режиме быстрого прототипирования загружу эти данные, мы с ними поиграемся, ты по ходу того, как ты уже видишь, что у нас происходит не в теории, там давай мы напишем техническое задание, которое ты еще сам не представляешь, что тебе нужно, а ты по ходу прототипирования, видя, как, собственно, выглядят твои данные, какие зависимости обнаруживаются, будешь мне накидывать какие-то идеи, и мы в режиме быстрого прототипирования будем это отрабатывать. Поэтому еще раз подчеркну, ключевой здесь момент заключается в том, что если у вас в организации есть инициативные люди, есть любопытные просто люди, которым нужно в данных уже что-то попытаться найти, для этого есть инструменты, в которых вы можете уже начинать работать. Когда я создавал вот это вот аналитическое приложение, которое содержит в себе несколько источников данных, сразу скажу, что клик запоминал, из каких источников я это брал, сохранял эти настройки, поскольку впоследствии очевидно, что если я захочу как бизнес-пользователь видеть изменения в этих данных, но организация-то живет, каждый день добавляются, например, новые данные, то очевидно, что если они заносятся в те же самые источники, то хотелось бы каждый день не повторять вот эти процедуры сбора этих источников, а просто сказать клику, например, загрузи новые наборы данных, чтобы он сам знал, из каких источников это загружать, и сам бы выполнял этот цикл обновления. На самом деле все то, что я делал, в клике сохранилось. Просьба не пугаться, я просто показываю для тех людей, которые технически более-менее подкованы, все эти команды, которые связаны с загрузкой данных, они сохранили сценарий загрузки. Но в частности, если убрать всю остальную мишуру, я просто показываю, вот у нас фамилии сотрудников загружались из файлика FIO.xls, который я указывал. Адреса сотрудников загружались из таблички, из файлика адреса сотрудников. Поэтому, в принципе, каждый день, если мне требуются обновленные данные, для меня достаточно нажимать на кнопочку «Загрузить данные», и, собственно, из всех же этих файликов будут загружаться обновленные данные. Я буду получать обновленную картинку, собственно, визуальную, в которой интерактивно смогу работать. К чему я это сейчас говорю? Ну, по двум вещам. Во-первых, то, что здесь написано, у нас не курс, чтобы учить сейчас вас этому. Но я сразу могу сказать, что то, что вы сейчас перед собой видите, для людей, которые когда-либо работали с данными, это язык, который является полноценным ETL, так называемый, Extraction Transformation Load, который в себе, по сути, содержит сочетание табличных функций плюс процедурный язык. Поэтому, иначе говоря, если вы сталкиваетесь не с такими простыми источниками, как я сейчас показывал, обычные плоские подготовленные таблички, а с кривыми, косыми, какими угодно, придуманными на коленке, когда вы смотрите, и вам самим страшно, как пользователям могло прийти в голову такое что-то создать, тем не менее, со всем этим страшным тоже можно работать. То есть, иначе говоря, поработав с кликом, у вас формируется четкое внутреннее ощущение того, что можно не бояться к любому бизнес-пользователю прийти и с любыми его данными начать работать. Просто отличие будет в том, больше или меньше времени потратите на то, чтобы эти данные загрузить, но то, что вы их загрузите, это однозначно. Любые преобразования, очистку данных можно делать с встроенными средствами. А делаю я сейчас, собственно, вторая вещь, по которой я показываю этот сценарий. Я сейчас уберу все лишние обвязки, которые, на мой взгляд, лишние сейчас здесь, чтобы не усложнять жизнь. И сделаю это для того, чтобы показать, собственно, уровень масштабируемости решения. Сейчас проверим. Ну, собственно, вот у меня осталась загрузка всех моих источников, да, четырех. И сделаю следующую вещь. Вот это вот моя таблица фактов, которая сейчас грузит порядка двух тысяч строк из экселевской таблички. Я ее закомментирую и сюда просто-напросто… Да, ну, кстати, давайте так. Сейчас на двух тысячах строк у нас быстродействие примерно такое. Сейчас покажу. На уровне интерактивности можно оценить. Да, ну вот я там, собственно, что-то выбираю, да, оно пересчитывается фактически незаметно глазу, да, доли секунды. Теперь я комментирую эти отгрузки и сделаю, поскольку вы не первые, кто задавал вопрос, у меня есть заготовка. Сейчас, секунду. Вот такой вот… Сейчас поясню, что я делаю. Вот такой вот набор команд, которым я просто-напросто эти отгрузки, ну, для демонстрации достаточно генерирую случайными числами, по большому счету, да, но прелесть для меня заключается в том, что я генерировать могу это так, как мне требуется, то есть указывать столько записей, сколько мне требуется. Ну, собственно, первое, что я сделаю, давайте сгенерируем, например, там 100 тысяч записей. Было 2000, сейчас 100 тысяч записей. Смотрим на быстродействие, да, в принципе, то же самое. Ну, поскольку данные генерируют случайным образом, то уже графики выглядят менее симпатично, да, то есть они в среднем стремятся к одному и тому же примерному значению. Но разница по быстродействию фактически незаметна. Так, сейчас, секунду. Теперь делаем то же самое, например, с большим количеством записей, ну, миллион. Собственно, генерируется миллион записей, сама генерация занимает некоторое время, запись происходит дольше, чем генерация, по сути. Смотрим на миллионе записей. В общем, для конечного пользователя мало что отличается в плане визуальном. В смысле быстродействия. Давайте 10 миллионов. Ну, тут уж придется некоторое время подождать, пока сгенерируется 10 миллионов записей. Ничего не поделаешь. Но еще раз, пока она не генерируется, обращаю ваше внимание, что я это делаю на ноутбуке на обычном, это даже не серверное оборудование. Ну, в Excel уже, очевидно, вы с этим работать бы не могли, потому что в Excel у вас максимум миллион записей, да, на одной закладочке, например. И даже с миллионом записей это бы жутко-то все тормозило уже. Сейчас сохранится приложение и поиграемся. Ну, вот приложение сохранилось, 10 миллионов записей. Теперь смотрим точно так же уровень отзывчивости. В принципе, я полагаю, что не очень изменился. Визуально там чувствуется, да, какие-то немножко задержки появились, но все равно это в пределах долей секунд, даже не единиц секунд. Ну, можно эксперимент продолжать. В принципе, на этой модели я могу точно так же в таблице фактов на ноутбуке загрузить там 50-70 миллионов записей. Уже будет чувствоваться замедление там в пределах одной секунды, но речь идет о возможности масштабирования, в данном случае на ноутбуке, до десятков миллионов записей беспроблемно. Если речь идет о большем количестве записей, понятно, что уже для сохранения интерактивности и на большом количестве пользователей может понадобиться работа с серверным оборудованием. Ну, это, в принципе, реализуемо. Дальше я покажу еще подходы по работе с сверхбольшими, если так можно сказать, объемами данных, которые обычно называют термином big data, маркетинговым, в котором уже не просто быстродействие движка будет работать, но и будут работать некие архитектурные подходы, которые нужно будет использовать. Как я говорил, с большими объемами данных всегда нужно с умом работать. Тем не менее, все это работоспособно. Я сейчас вернусь к моему примеру для того, чтобы завершить демонстрацию с точки зрения бизнес-функционала и показать, что еще можно делать с нашими с вами данными в плане бизнес-пользователя, чем, собственно, ценна работа с нашей информацией. Мало того, что, как я говорил, что все объекты визуализации действуют по принципу, что я вижу, я могу визуально захватить, погрузиться в эти данные и с этим начать работать. Более того, все объекты визуализации можно и данные можно, как я говорил, искать. Некоторые из вариантов поиска я уже показывал. Помните, когда я показывал отбор стоимостей больше, например, 6 тысяч? На самом деле прелесть заключается поиска в клике еще и в том, что вы можете искать все, что угодно, плюс, поскольку клик еще знает взаимосвязи в данных, то можно эти взаимосвязи искать. Ну, например, я говорю, слушай, я хочу поискать так. Я знаю, что у меня есть что-то про Москву. Он, набираю мозг, он говорит, ну, слушай, я не знаю, знаешь ты или нет, но у тебя буквосочетание мозг встречается в разных полях. Есть регион отгрузки Москва, есть город, в котором живут сотрудники Москва, а есть улица Московская. Я говорю, ну, давай сфокусируемся на Москве. Он говорит, ну, тогда выбирай либо регион отгрузки, либо город. Я говорю, ну, подожди, я еще знаю, что у меня есть Санкт-Петербург. Он говорит, ну, да, знаю, Санкт-Петербург есть. И дальше пошли более интересные вещи. Он говорит, показываю, есть регион отгрузки Москва, есть Санкт-Петербург, есть город, где живут люди, Санкт-Петербург, Москва. А есть более интересные вещи, есть отгрузки, поскольку они связаны через фактические отгрузки. Тех людей, которые живут в Москве, но отгружали в Санкт-Петербурге, и наоборот, тех людей, которые живут в Санкт-Петербурге, но отгружали в Москве. Я могу усложнять эту картинку. Пардон, еще раз. Москва, Санкт-Петербург. Говорю, товар, например, у меня еще есть товар, например, 14. Он говорит, ну я тебе опять же готов показывать все эти сочетания, всего, чего тебе нужно, но я еще и показываю, что есть, оказывается, товар 14, который отгружался через Санкт-Петербург людьми, живущими в Москве, ну и, собственно, наоборот, товар 14, отгружавшийся людьми, живущими в городе Санкт-Петербург, и отгружался через Москву. И если тебе нужно именно вот какое-то такое сочетание, то ты можешь не блуждать в теории, пытаясь понять, а есть ли у тебя такие сочетания, ты их уже либо видишь, либо нет. И если ты, собственно, выбираешь нужную тебе информацию, то фактически вот они, те самые отборы, которые у нас с вами были, они позволяют вам сфокусироваться на той части информации, которая вам требуется. Вот 14-й товар, собственно, город Москва, вернее, регион отгрузки Москва, и вот они у нас два сотрудника, которые отгружали в нем соответствующий товар. Точно так же, очевидно, если модель большая, полей много, у меня их сейчас немного, там в пределах 20 столбцов, 20 полей, но если их много, понятно, что все их на экран не вывалишь вот так вот. Удобно то, что вы всегда можете увидеть все поля, которые есть, их опять же можно поискать, ну, например, там товар, выбрать то, что вам нужно в товаре. Да, дальше, если нужно там стоимость, например, нашли стоимость, и здесь поискали по какому-нибудь другому критерию, например, больше 6000, хотя могут быть более сложные критерии, ну и так далее. И все те поля, которые у вас есть в модели, они отображаются здесь внизу, с опять же расцветкой, зеленое, серое, белое, все это видно. Те поля, в которых производится отбор, то есть то множество значений, на котором вы сейчас работаете, на котором строятся все объекты визуализации, вот они у вас здесь сверху есть. Еще обращу ваше внимание на то, что с точки зрения логики расчетов. Простейшая задачка, много показывать не буду, чтобы вас не загружать техникой. Предположим, я хочу сделать сравнение каких-то показателей. Я хочу, например, сделать таблицу, в которой у меня будет также по сотрудникам рассчитываться, например, объемы отгрузок, но хочу сравнивать объемы отгрузок на выбранных мной регионах, например, с Москвой. Ну, сопоставлять их хочу. Как я это могу сделать? Опять же, если я знаю задачу, экономлю время Ctrl-C, Ctrl-V. Поскольку графики не очень удобные, я хотел таблички, чтобы цифры были видны. Преобразовываю в таблицу, вижу все тоже в табличном виде. Изменяю настройки, так, чтобы циферки посимпатичнее выглядели с пробельчиками. И называю, что это мои данные на текущем отборе. Ну, то есть, как я отберу, те данные и увижу. Текущий отбор. Заодно показываю простоты настройки. Соответственно, вот у меня заголовочек получил то название, которое я настроил. А теперь третьим столбцом я хочу увидеть все те же самые цифры, но только по Москве. Что я для этого могу сделать? Я точно так же могу взять объем фактических одурузок, добавить сюда, сказать, что тоже считай суммой. Получу еще один такой же столбец. Естественно, могу его точно так же приукрасить, чтобы одинаково выглядели. Назову его Москва. Понятно, что от того, что я его назову Москвой, цифры останутся теми же самыми. Они сейчас совпадают в обоих столбцах. Но дальше начинается самое интересное с точки зрения правил расчета. Я открываю редактор, в котором написана формула. Понятно, что ее можно здесь написать ручками, и сам инструмент вам подсказывает. Например, пишите функцию, он вам подсказывает. Пишите название поля, которое у вас есть, вам тоже подсказывают. Эту функцию можно получить. Но мне интересно было бы сейчас написать функцию. Видно или покрупнее надо делать? Видно написано, да? Мне бы хотелось так, чтобы эта формула считала только отгрузки, связанные с Москвой. То есть те, которые проходят через Москву. Если бы вы писали что-нибудь аналогичное в Excel, то вы бы, наверное, написали что-то вроде того. Если if регион отгрузки равняется Москва, то считаем сумму, ну вот как-то так. Согласны? Ну, плюс-минус. В Excel бы вместо запятой, точкой, запятой было бы, да, и вместо одинарных апострофов были бы двойные кавычки. Но по сути ничего не изменилось бы. Соответственно, клик говорит внизу, вот здесь вот я закрываю, наверное, он говорит окей, внизу там написано, то есть формула корректна. Поэтому, в принципе, если вы не умеете писать по-другому, как бы умеете работать только с Excel, так тоже можно писать. Но вопрос, нужно ли так писать, ответ не нужно. Почему? Потому что клик работает немножко с данными по-другому. Именно благодаря вот этим другим принципам работы можно легко, как я говорил, десятки и сотни миллионов записей загружать и работать с тем же уровнем интерактивности. Я напишу то же самое, но по-кликовски. Начну точно так же с суммы по полю объем. Но я напишу по-кликовски, зная, что он с данными уже внутри себя сделал. Раз я предполагал, что он с данными работает как со множеством данных, он сам знает все взаимосвязи, то я как в математике, это уже вопрос привычки, могу написать, посчитай мне, пожалуйста, эти данные на множестве, которые определяются регионом отгрузки, которые в общем случае тоже может принимать множество значений. Не надо, естественно, сейчас это запоминать, я просто проговариваю, чтобы было понятно, что я пишу. Москва. На самом деле верхняя и нижняя формулы по результату будут абсолютно одинаковы, эквивалентны, и верхняя и нижняя будут считаться. Но если нижняя формула, которую вы писали бы в Excel, и так вы будете писать абсолютно в любых инструментах, она будет на больших объемах данных тормозить по определению, а верхняя тормозить не будет. Почему? Потому что те из вас, кто знает поглубже компьютеры, чем сейчас я рассказываю, да, и логику вычислений, знают, что вот эта вот операция, которая прописана как IF, это операция, которая выполняется построчно в таблицах. Вот у меня таблица фактов есть, да, и я, предположим, ну для конкретики, у меня бы в этой таблице фактов было 100 отгрузок, и по ним для конкретики относились бы из этих 100 отгрузок к Москве только 5, да, то есть 95% отгрузок — это не Москва, а 5% — это, собственно, Москва. Так вот, если бы я на табличке из 100 строк выполнил вот эту вот функцию, то это означает, что любой инструмент, в котором написано вот так, вот бы прошел вынужденно, прошелся бы все 100 строк, других вариантов нет, каждую строку проверил бы на соответствии Москве или не Москве, и только на тех строках, которые соответствуют Москве, добавил бы их в сумму в итоговую. Соответственно, если я дальше буду усложнять, скажу, а если у меня не 100 строк, а 1000 строк, 100 тысяч строк, миллион строк там и так далее, а количество строк, относящиеся к Москве, по-прежнему 5 во всех этих табличках, то вы понимаете, что с увеличением размера вот этой таблицы количество никому не нужных операций, но которые нужно выполнять с точки зрения проверок, будет только расти, и поэтому на большом количестве записей любые инструменты, вот при такой записи, проверяя вынужденно каждую строку таблицы, будут просто начинать тормозить на большом количестве строк. Клик действует по-другому, клик говорит, слушайте, не учите меня, я сам знаю, как бы выстраиваю специфическое множество данных, внутри работаю как со множеством данных, поэтому я не проверяю построчно каждую табличку. По сути, что здесь еще раз написано, суммирую по полю объем на множестве значений, определяемых городом Москвой. Соответственно, что он делает? Он говорит, я пока ничего не считаю, я из известного мне множества со всеми взаимосвязей выбираю подмножество, настолько маленькое, насколько это возможно в соответствии с заданным критериям, а дальше ничего не проверяю, просто суммирую их, вычисляю функцию агрегации за одной суммой, и, соответственно, это делается предельно быстро. Поэтому это выражение будет работать максимально быстро и на 100 записях, и на 100 миллионных записях, соответственно, не требуя просто прохода каждой строки в таблице. Именно поэтому клик очень хорошо масштабируется, даже на больших объемах данных. Соответственно, я показываю, что это работает, и вот у меня изменились цифры. Опять же, прелесть клика заключается в том, что он ассоциативно связывает все эти данные. В частности, я очень легко себя могу проверять, всегда это надо делать. Мало ли, вы что-то неправильно написали. Если я говорю о том, что это относится к Москве, а это относится к текущему отбору, то, видимо, отобрав Москву в текущем отборе, я увижу совпавшие столбцы. Проверил. Но какую степень гибкости я получил? Я сказал, что в третьем столбце у меня отгрузка зафиксирована по региону Москвы, а первый столбец соответствует текущему отбору. Я могу же ведь не только Москву выбирать, я хочу сравнить, например, Хабаровск с Москвой. Я хочу сравнить Санкт-Петербург с Москвой или в сочетании с Хабаровском, с Москвой, например. Что еще интересно, что я зафиксировал только одну часть подмножества. Соответственно, я зафиксировал только регион отгрузки, а все остальные атрибуты множества, за ними следит сам клик, сохраняя всегда целостность. Что я имею в виду? Я говорю, слушай, а теперь вот я смотрю, здесь отборы по Хабаровску Санкт-Петербургу, а здесь по Москве, но хочу смотреть на каких-то ограниченных наборах товаров. Вот так вот, например. При этом получается, что я ничего дополнительного не программировал и вижу в этом столбце отгрузки по Хабаровску и Санкт-Петербургу, но на этих товарах, а в этом столбце по Москве, но на этих же товарах. То есть все сопоставимо. Более того, в виде, например, нулевые значения, могу что-то сказать, что вероятнее всего они нули, потому что у меня эти товары просто в Москве не отгружали. То есть фактически вот работа с этими множествами ассоциативными, вы не знаете технически, как это так, как это все корректно рассчитывается, но тем не менее с точки зрения бизнес-пользователя вы очень быстро можете манипулировать с данными, смотреть, сопоставлять, собственно, не задумываясь о технике. При этом еще раз обращу ваше внимание на очень интересную вещь с точки зрения трудозатрат. Если вы будете сравнивать это с какими-либо другими инструментами, а в частности в следующей лекции в четверг я как раз специально покажу несколько инструментов, чтобы было с чем сравнивать, как одни и те же задачи решаются в разных инструментах с точки зрения трудозатрат. Вы сами себе ответите на вопрос, чем отличается эффективность работы в разных инструментах, но здесь я обращу ваше внимание вот на что. Здесь еще раз напомню, что наша с вами модель выглядит вот так вот. То есть данные были загружены из четырех источников, они четырьмя источниками так и остались, просто клик знает, как данные взаимосвязаны. Соответственно, у меня сотрудники и их имена находятся в одной таблице, факты в другой таблице, а регионы в третьей таблице. При этом даже не задумываясь ни о какой-то логике взаимосвязи с данными, я так легко сказал, что измерением будут фамилии, то есть данные, лежащие в одном источнике, считаться будут объемы отгрузок, то есть данные, лежащие в другом источнике, в другой таблице, а смотреться это будет в разрезе конкретных регионов, то есть в третьем источнике. Тем не менее, с точки зрения записи вот этих вот формул, я еще раз ее открою и покажу, обратить внимание, у меня нет никакой техники в принципе. Я как бизнес-пользователь не оперирую терминами таблиц, релационных отношений, источниками, еще что-то. Я просто описываю бизнес-задачу, говорю, я хочу суммировать объемы, но в разрезе конкретных регионов. Если захотите познакомиться с гибкостью описания, я сейчас не буду показывать всю документацию, просто покажу, что с точки зрения бизнеса у клика есть свой собственный язык. Я сейчас переключусь на русский язык, чтобы было понятно, что вы это сами тоже сможете найти. К сожалению, перевод на русский язык немножко запаздывает, последний перевод делался для сентябрьского релиза, но тем не менее. И здесь поищу по слову множество. Пардон. Множество. Перейду в раздел «Анализ множеств» и выяснится, что на самом деле можно обращаться к разным множествам. Можно обращаться к множествам, которым вы сейчас выбрали, можно всегда оперировать единичным множеством, то есть вы можете что-то считать, невзирая на отборы пользователей, например, сопоставляя выбранные с данными, с невыбранными, например. Или можете этими множествами манипулировать, ну, например, можно написать вот такое выражение. Видно, коллеги? Сумма по полю продаж, но на множестве значений не то, которое выбрал пользователь. Выбранные пользователями множество значений обозначаются таким значком доллара. А на единичном множестве минус то, что выбрал пользователь. То есть если вы, решая какую-то бизнес-задачу, по-человечески говоря, говорите, что пользователю проще не выбрать множество значений, на котором что-то нужно считать, а наоборот выбрать то, на чем не нужно считать, так проще, меньше манипуляций. Вы можете написать вот такую формулу, сказать, ты выбери на том, что считать не нужно, а, собственно, дальше сам клик посчитает тебе на том, чем нужно. Я все примеры сейчас показывать не буду, просто покажу идею гибкости этого инструмента. Если кто-то захочет, можете посмотреть. Единственную формулу покажу, вот эту вот. Видно, да? Формула, с одной стороны, вроде звучит большой, страшной, но на самом деле она не страшная, если вы понимаете бизнес-задачу, потому что техники здесь нет никакой, а именно я хочу посчитать сумму по полю продажи, сейлс – это поле продажи, но для заказчиков, кастомер, для которых сумма продаж за 2007 год на единичном множестве значений превышает миллион. То есть, по сути, вы написали бизнес-задачу и говорите, слушай, найди мне сначала бизнес-заказчиков, у которых за 2007 год сумма продаж превышала миллион, и невзирая на какие-то отборы, которые сделал пользователь. Дальше возьми этот список заказчиков и посчитай мне на этом списке заказчиков объем продаж на текущем какой-то моей выборке, которую я сам себе интерактивно сформировал. Таким образом получается, что, опять же, у вас заказчики могут находиться в одном источнике, продажи в другом источнике, года отгрузок в третьем источнике, и при этом вы пишете бизнес-запрос, который быстро считается, не задумываясь ни о какой технике. Еще раз, задача не загрузить вас и не напугать формулами, а просто показать, что, в принципе, клик его и прелесть заключается в том, что вы можете оперировать с бизнес-пользователем, когда вы пришли к нему и говорите, я знаю инструмент, я готов быстро с тобой заняться прототипированием. Он вам говорит, что ему нужно посчитать, а вы фактически на его языке, и он, в принципе, может понять, что вы пишете. Вы можете оперировать, описывая вот эти выражения, и, собственно, получать результат вместе с ним, отрабатывать гипотезы. Если вы будете делать подобные же какие-то вещи в других инструментах, вы там, честно говоря, замучаетесь, но об этом в другой немножко лекции следующей. Поэтому кто захочет посмотреть, как это делается в других инструментах, в том числе приходите, покажу. Что попутно еще можно делать здесь? Если я говорю, что я как пользователь анализируя данные, ну вот я что-то нашел, с точки зрения управленческого анализа, я пришел к некому выводу, принял решение, что будет, если я как пользователь говорю, слушай, ну а мне нужно поучаствовать в более сложной задаче. Управленческое решение должно приняться коллегиально, то есть должно несколько быть человек, которые имеют разные приоритеты, должны все поиграться с данными, и, соответственно, мы должны прийти к консенсусу к некому, потому что, собственно, единой точки правды может не быть, у каждого свои приоритеты. Если вы делаете не клик, а какой-то другой инструмент, то подскажите, что обычно происходит. Вот вам говорят, например, ребята, коллеги, через неделю совещание или через пару дней, мы будем обсуждать такой-то вопрос, соответственно, подготовьтесь, пожалуйста, и каждый будет высказывать свою точку зрения. Вы, естественно, заинтересованы отстоять свою точку зрения, потому что у вас есть свои приоритеты, по которым вас меряют. Как вы это будете обычно делать? Если не знаете, клик. Варианты. Ну, кто что умеет, да, кто-то начнет экспортировать в Excel, кто-то что-то в PowerPoint, да, с одной стороны попытка зацепить реальные данные, на которых сделать выводы и аргументы построить, с другой стороны сделать покрасивее, для того, чтобы люди, собственно, наглядно это увидели, да, поэтому кто уж какие инструменты знает и использует. Проблема в чем? Что каждый из вас тянет данные по-своему, приукрашивает по-своему, и в итоге, когда вы все приходите на совещание, у вас начинают не совпадать цифры, да, и вам нечего обсуждать предметно, потому что никто друг другу не верит и говорит, я на эти цифры смотрел, они у меня другие, да. А второе, если кто-то задает из ваших оппонентов вопрос не с целью вас обидеть, а с целью понять, как вы мыслите, да, он задает, а если посмотреть в таком разрезе, то, собственно, выводы будут другие, вам ничего не остается сделать, потому что вы-то не готовились изначально отвечать на вопрос коллеги, вы не знали, что он спросит, да, вы не могли ему в голову заглянуть перед совещанием. Вы говорите, да, спасибо за вопрос, он не менее важен, чем то, что я рассказываю, но я снова ушел готовить данные, потому что у меня этих данных нет, мы прерываем совещание, решение вовремя не принято, собственно, все разбежались, и количество итераций таких с подготовкой данных, попыткой ответить на все вопросы, оно может быть бесконечным. Собственно, что предлагает клик? Если вы говорите, что вы что-то нашли, что-то вас заинтересовало, вы на чем-то хотите сакцентироваться, то я как бизнес-пользователь, который что-то нашел, имею возможность сделать себе прямо на этих объектах визуализации фотоснимочки, которые я считаю полезными для моей аргументации, ну, если надо снабдить комментариями. Здесь же прямо перейти в режим создания истории, а-ля PowerPoint, не самоцель, естественно, здесь делают PowerPoint, но я сейчас покажу, что это, в принципе, та же идеология со слайдами, заголовки какие-то могут быть, те самые снимки, которые вы решили использовать для подкрепления своих идей. Соответственно, и дальше прелесть заключается в том, что когда вы готовитесь к совещанию, вы создаете свою историю, и так может поступать любой участник этого совещания до, собственно, совещания. А более того, вы можете предоставить еще доступ к этим историям друг друга, с тем, чтобы, готовясь к совещанию, вы посмотрели, от что готовят другие, и подготовить свои вопросы на их подготовку. То есть полноценная подготовка не только исходя из вашего стиля мышления, но и подготовка к тому, что будут высказывать ваши, собственно, оппоненты на совещании или ваши коллеги. Дальше, приходя на совещание, вы просто запускаете эту презентацию и используете как обычный PowerPoint, выполняя свою аргументацию. Но дальше ключевой момент. Кто-то из вас говорит, ну да, хорошо, здорово, я верю вашим цифрам, но я смотрел по-другому, и с моей точки зрения, если выбрать другие сочетания, цифры выглядят по-другому. Прелесть заключается в том, что вы не экспортировали куда-то данные, не знаю, там, Excel, PowerPoint, еще куда-то вы находитесь по-прежнему в клике, и на вопрос, что тебя не устраивает, вот здесь вот можете просто вернуться к первоисточнику, вам тут же показывают, откуда это было взято, тут же показывают те отборы данных, на которые была сформирована эта картинка, и остается тот интерактив, на который вы можете продолжать отрабатывать гипотезы с вашим сотрудником. Собственно, неважно, кто прав, кто виноват, не в этих категориях сравниваем, а важно, что вы здесь же, на возникающий в голове другого человека, другой вопрос, исходя из его стиля мышления, отрабатываете вместе гипотезу, приходите к консенсусу и продолжаете обсуждение этих вопросов. Дальше, если нужно, возвращаетесь в историю и, собственно, продолжаете свой рассказ. Сразу по поводу технологии. Нынче модно, как известно, работать на разных устройствах, поэтому возникает вопрос, что мы здесь сейчас видим, вот это вот что визуально. На самом деле это уже веб-браузер, поэтому, в принципе, все то, что я показываю, будет работать автоматически в любом веб-браузере, на любом устройстве, ну, это просто как бонус, да, и это можно легко продемонстрировать, я просто в веб-браузере открываю, подключаюсь к моему же приложению из веб-браузера любого современного, сразу обращаю ваше внимание, что у меня локализуется интерфейс на русский язык, до этого я работал в ClickSense Desktop, по умолчанию у меня, как на корпоративном ноутбуке стоит английский язык языком по умолчанию, поэтому весь тот интерфейс, который вы видели до этого, он был английский, да, вот эти вот все надписи там и прочее, да. Здесь обратите внимание, в веб-браузере стоит локализация русская, поэтому все то же самое, что я показываю и на русском языке, и в принципе, если бы я не знал, что я установил специальный ClickSense Desktop, я в принципе мог бы уже работать в веб-браузере, и все те же самые операции по созданию приложений, по работе с моделью, по интерактиву, собственно, мог бы делать просто в веб-браузере, мне для этого ничего не нужно, да. Соответственно, точно так же очевидно, что выполняется автоматическое масштабирование, да, что приятно, и опять же, обратите внимание, везде Click сохраняет, пытается сохранить, во всяком случае, максимальный контекст. Если у меня из-за объекта того, что объект визуализации стал поменьше, соответственно, у меня не всю информацию удается представить на экране, тут, кстати, опять же, могут быть разные подходы. Тупые варианты инструментов отчетности, что делают? Говорят, вы уменьшаете размер экрана, значит, мы попорционально масштабируем объект визуализации вплоть до самого маленького, да. В чем тупость такого подхода? А в том, что если вы уменьшаете, 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 да, там формально у вас помещается вроде как все, да, но у вас исчезает возможность интерактивного взаимодействия с объектами, особенно если это мобильное устройство, на котором экранчик маленький, а у вас пальцы потолще, чем, например, да. Клик поступает умнее, он говорит, я масштабирую до некого размера, при котором гарантированно можно с этими элементами все равно играться, да, можно и пальчиками по ним попасть, но при этом, собственно, я показываю, что ваш контекст более полный, да, то есть вы видите не всю диаграмму, а видите ее часть, но при этом, собственно, никто вам не мешает, собственно, видя, перемещается, собственно, выбирать какой-то набор данных. Ну, опять же, если очень хочется, можно, понятно, чтобы выбирать данные каким-то более сложным путем, там вплоть до криволинейной фигурки, если вам пальчиком нравится это выбирать. Вплоть до самого маленького устройства, соответственно, смартфоном, который является, да, у вас просто объекты визуализации выстроятся в линеечку, при этом функционал не потеряется, активировав каждый из объектов, вы сможете продолжать с ним интерактивно взаимодействовать. При этом, что еще интересно, для демонстрации того, с чем мы работаем, по сути, я сейчас вот в одном икошке имею ClickSense Desktop, это Windows-приложение, внутри которого как бы зашит веб-браузер плюс движок, в котором крутится приложение, а еще отдельное мое устройство, ну, предположим, планшет, это вот этот вот веб-браузер, который я отдельно здесь открыл. Показываем, что у нас, собственно, с вами изменится. Обратите внимание, я беру и в любом из окошек, в любом из устройств, играю с моими данными и вижу, собственно, как это работает на различных устройствах. Соответственно, если я, как один пользователь, работаю с одной и той же моделью, я на этих устройствах, как один пользователь зарегистрирован, то для меня появляется дополнительная степень гибкости. Например, если бы я хотел, я мог бы не на ноутбуке работать, а, например, на планшете с своим приложением ходить и расхаживать по аудитории, а изображение, например, с ноутбука транслировать на экран. Возможно, это было бы удобнее с точки зрения демонстрации. Можно долго еще рассказывать об объектах визуализации, гибкости вычислений и так далее. Я сейчас не буду просто тратить время, а перейду к сценарию по поводу больших данных. Больших не в смысле, которые я показывал, десятки или сотни миллионов, которые можно было бы десятки миллионов крутить на моем ноутбуке, сотни миллионов можно было бы на серверном оборудовании крутить, а действительно о больших данных, которые могут исчисляться единицами или десятками миллиардов записей. То есть так или иначе, в принципе, бессмысленно обсуждать, что у любого продукта есть некие технологические ограничения, когда вы загрузили в него 10 миллионов записей, окей, съел 40 миллионов, 60, загрузили миллиард, все, начал тормозить. То есть есть всегда какие-то ограничения по ресурсам. Но дальше начинаются архитектурные подходы, и важно в этих архитектурных подходах не свалиться сугубо в технику, в айтишную область, потому что как только вы сваливаетесь в айтишную область, бизнес-пользователи начинают печалиться и говорить, нам это уже непонятно, нам это неудобно и так далее. Поэтому как, собственно, можно реализовать такой подход по работе с большими данными? Я сначала покажу несколько слайдов, чтобы было понятно, о чем идет речь, а дальше просто вживую покажу. Собственно, идея очень простая, заключающаяся в том, что если мы говорим, что все данные не помещаются, причем не помещаются, не обязательно просто их много, что невозможно их одновременно отрабатывать в смысле количества записей. Это один из критериев. Другой критерием может быть сложность ваших расчетов, потому что, в принципе, данных может быть немного, но вы там наворачиваете такие формулы расчетов, что они долго пересчитываются. Так или иначе, фактором, который вам скажет, нет, так подходить в лоб нельзя к расчету этих данных или там работе с ними, будет являться не всегда именно объем данных, а будет являться уровень интерактивности, который доступен вашему пользователю, потому что прелесть в исследовании, поддержка и помощь достигается тогда, когда пользователю пришла в голову мысль, он там отобрал какие-то данные, ему в течение максимум единиц секунд, 3-5 секунд, иногда там может быть 10 секунд, что-то пересчиталось, он сказал, ага, я еще мысль не потерял, я продолжаю исследование. Если задержки, связанные с пересчетом данных, вас выливаются в минуты, я уже не говорю, десятки минут или часы, то это уже, собственно, не интерактивный анализ. То есть критерием является, на самом деле, не только количество записей, но и сложность расчета. Но, тем не менее, если мы говорим, что у нас действительно очень данных много, сложные расчеты, и мы физически понимаем, что мы весь вот этот вот объем данных, ну не можем обработать на нашем оборудовании, то что можно сделать? Лобовой вариант напрашивается сам по себе, вы говорите, а давайте есть пирог по кускам, дадим пользователю возможность работать с любым пирогом, но оценив ресурсы нашего оборудования, размеры этого пирога и сложность расчетов на размерах этих данных, нам приемлемо будет давать время отклика и отзывчивость, опять же, в единице секунд то, что устраивает нашего бизнес-пользователя. Догадались? В принципе, большинство инструментов также подходят к этому, но дальше ключевой вопрос, а как вы будете нарезать, собственно, вот этот вот пирог? Потому что представьте себе, даже вот в моей, например, модели, простейшей, стоящей из нескольких атрибутов, там, регионы, товары, сотрудники, там, даты, стоимости, там, и так далее, любая попытка, между мной, предположим, если я технический специалист и понимаю ограничение вот этой модели, договориться с бизнес-пользователем, а давай мы будем нарезать по регионам, да, или по каким-то регионам в сочетании с такими-то товарами, или за какие-то товары, за какие-то регионы, за такие-то даты, да, я никогда с ним не договорюсь, да, потому что какие бы я комбинации не предусматривал, в очередной раз, в очередной день, в очередную минуту у него возникнет новая какая-то гипотеза, он скажет, слушай, но мне не нравится нарезка по регионам, да, мне нравится нарезка по трем регионам, по пяти сотрудникам, в сочетании с 10 товарами. Или, например, нарезка по двум сотрудникам с 15 регионами, с 20 товарами. И вот эти вот хотелки могут изменяться постоянно. Поэтому речь идет о том, чтобы с одной стороны пользователю предоставить возможность давать, первое, выбор той части пирога, которая ему нужна. С другой стороны, позволять с этой частью пирога, на которой он решил сфокусироваться, работать также интерактивно, понятно, взаимосвязанно так, как это было раньше. В чем архитектурный подход такого решения? Он очень простой, здесь словами описан. Справа я в анимированном виде просто покажу, как это выглядит. Есть пользователь, есть сервер Кликсенс. Это уже коммерческая версия Клика. Справа тот самый репозиторий с данными, с большими объемами данных, тяжелым, грубо говоря, которое нам нужно интерактивно показывать пользователю. И наша с вами архитектура разбивается уже на два приложения. Первое это называемое приложение с выборками для пользователя, куда загружаются не сами транзакции, коих могут быть миллиарды или десятки миллиардов, загружается счетчик транзакций. Просто констатируется, что в таком-то регионе, в таких-то, например, товаров, с таким, отгрузкой в таких-то товаров, такими-то сотрудниками соответствует, там, 200 записей, 15 записей, там, 300 записей, там, и так далее. В итоге получается, что раз мы не грузим отдельные записи, а грузим только агрегаты, там, по количеству записей, то это приложение всегда будет легковесным и даже на реальных объемах данных в десятки или сотни миллиардов записей. Дальше вы что делаете? Вы позволяете пользователю интерактивно делать вот те самые выборы. Он, собственно, видит взаимосвязи в данных и может сфокусироваться на любом интересующем его сочетании данных. А с другой стороны, что вам нужно? Это пользовательская часть. С другой стороны, вам, как системному администратору, то есть тут же без IT никуда, ведь IT отвечает за быстродействие, да, вам нужно гарантировать, что пользователь, что бы он там не выбрал, что бы он не захотел какую-то комбинацию, что эта комбинация данных сможет физически обрабатываться на тех серверах оборудования, которых у вас есть. Поэтому системный администратор, не соображая в ваших данных, поскольку, там, не делая ему соображать в каждом бизнес-процессе, хотел бы установить лимиты и сказать, что можно, например, в ваших данных обрабатывать, ну, я не знаю, там, 100 миллионов записей, там, или 10 миллионов записей, там, или, там, я не знаю, миллион записей, или сколько-то, да, то есть установить вот эти вот лимиты. И в итоге пользователь делал вот эти отборы, смотрит, сколько записей у него отобралось до тех пор, пока он не добился того лимита, который установлен системным администратором, он ничего дальше сделать не сможет. Но как только он сделал какую-то выборку по размеру, которая не нарушает границ заданных технически, что происходит? Эти выборки, соответственно, попадают на сервер, он нажимает кнопку «Хочу получить детальные данные». Сервер берет эти выборки и берет так называемое шаблонное приложение, вот оно здесь внизу появилось. В этом шаблонном приложении написано, откуда брать вот эти детальные данные, детальные транзакции. После чего клик загружает эти данные и отдает уже в готовом приложении пользователю, позволяя ему крутить как угодно эти данные. Если пользователю захотелось посмотреть данные на каком-то любом другом наборе, он повторяет вот эти вот отборы, точно так же говорит «загрузить мне эти данные» и рассматривает другую часть пирога. Но главное, что и выбор той части пирога, которая ему нужна, он делает сам, ни с кем не согласовывая. И с точки зрения анализа ему доступна абсолютно вся та же ассоциативная логика, которую показывал. А для коллег из IT существуют четкие критерии, которые позволяют ограничить бизнес-пользователя его хотелками с точки зрения нагрузочных характеристик тех серверов, на которых все это будет крутиться. В теории это так выглядит, а на практике это будет выглядеть следующим образом. Я просто покажу. Что-то у меня отключилась виртуальная машинка. Пока уходил на перерыв, видимо, заснуло. Сейчас посмотрим. Ну, сейчас сервисы стартуют, я вернусь к этой тематике. Чтобы не тратить время, я вернусь к этой теме, потом, собственно, покажу вживую, пока у меня запустится сейчас служба в моей виртуальной машинке. Соответственно, подытоживая, вне зависимости от объемов данных, вы можете работать как со сравнительно большими объемами данных, даже не задумываясь об архитектуре, исчисляемых там десятками, сотнями миллионов записей, не придумывая ничего нового. На больших объемах тоже есть архитектурные возможности, которые позволяют вам работать с фактически неограниченными объемами данных. Как только загрузится машинка, я дальше вернусь к демонстрациям. Ну, а пока, чтобы не тратить время, поговорим еще о нескольких вещах, которые хотелось бы проговорить с точки зрения того, как двигаться, куда двигаться и что считать критериями успеха для вот тех проектов, которые связаны с решением бизнес-аналитических задач. На самом деле, то, с чего начинал. Если вы говорите о том, что у вас есть инструмент, есть данные и есть, собственно, задачи в конкретных бизнес-подразделениях, ключевой момент заключается в том, что неважно, откуда начинать. Потому что перечисленные здесь направления каких-то бизнес-задач, бизнес-подразделений или направления улучшения тех или иных, улучшения управления, операционных процессов, сокращения затрат, увеличения дохода, ну, то, что обычно считается бонусами для организации. На самом деле, их гораздо больше, чем перечислено на слайде, но, тем не менее, можно акцентироваться на любых из этих вопросов. Там область деятельности может, например, отличаться, но понятно, что вот там слово «добыча», да, это относится к каким-то ресурсам, организациям, да. Но, тем не менее, если это относится, например, к телекому, это могут быть вопросы, связанные с привлечением и удержанием клиента, или анализом оттоков клиентов, да, пользующихся вашими услугами. То есть терминология и название бизнес-процессов может меняться. Но ключевая вещь заключается в том, что вы можете заниматься анализом любого из этих процессов, после чего объединяя их между собой. То есть дополнительным бонусом будет являться создание бизнес-приложений, в которых будут использоваться различные данные из разных бизнес-процессов, потому что у вас появляется возможность понять, например, как производство связано с финансами, как логистика влияет на производство, как техобслуживание и ремонт, например, влияет, опять же, на ваше производство. А есть ли у вас какие-то задержки, например, с добычей, доставкой каких-то там, собственно, материалов перед их переделом, перед их производством. Если говорить о том, с чем вы можете сталкиваться, на самом деле, есть несколько интересных, на мой взгляд, наблюдений, ну, что называется, полезные выкладки, к которым вы можете приходить сами, которые можно просто подсмотреть, грубо говоря, которыми мы, например, обсуждаем с заказчиками, пытаясь понять, а вообще имеет ли с ними смысл вести разговор о аналитических проектах, или они еще не дозрели, их нужно просто оставить и сказать, ну, подозреваете, собственно, когда вопрос возникнет, мы вернемся к разговору. Ну, например, первый вариант, то, что обсуждали, хочу зеленую кнопку. Если вы работаете с человеком, а он говорит, ну, я хочу вот, чтобы у меня там данные накоплены за предыдущие 12 лет, и мне тут рассказали, что можно к ним применить какие-то супераналитические способы, которые мне методами мат-статистики посчитают, как я буду жить на последующие три года. Ну, вероятнее всего, вы можете попытаться человека, собственно, повернуть в правильное русло, но если вот у него такая устойчивая позиция, то, вероятнее всего, проще не тратить время сказать, собственно, подожди, если хочешь, найми математика, пусть он потратит время построить те математические модели, ты сам на практике осознаешь, насколько 12 лет предыдущей твоей работы можно, собственно, запрогнозировать на последующие три года. Более умным людям обычно хватает аргументов с вопросом, ну, вот сейчас мы находимся в некой такой турбулентной ситуации, когда меняются политические условия, финансовые там и так далее. Кто из вас, например, как из финансистов или из производственников мог предусмотреть, там, не знаю, санкции, изменения финансовых условий, политики там и так далее. Очевидно, что если вы это предусмотреть не сможете, то никакие статистические методы расчетов вам не помогут на основе данных, накопленных за 12 лет, спрогнозировать дальнейшее поведение на последующие, например, три года. Поэтому со словами «хочу зеленую кнопку» я говорю, что можно попытаться переориентировать человека на продуктивную работу, но если он настаивает, то лучше, собственно, его просто оставить, пусть зреет сам. Такая вот противоречивая штучка. С одной стороны, одни говорят, а у нас все есть, у нас все хорошо, не пудрите нам голову, у нас 10 тысяч отчетов есть, каждый день генерируется, все хорошо. С другой стороны, если такое даже есть, вероятнее всего, когда вы будете разговаривать не с коллегами из IT, которые настроили эту генерацию 10 тысяч отчетов правильную, и они гордятся тем, что это каждый день данные есть и все доступны, кому нужно. Если вы вернетесь к бизнес-пользователям и поспрашиваете, а есть ли у вас те отчеты, а главное, мы уже обсуждали не отчеты, а формы представления аналитические, в которых вы можете поотрабатывать ваши гипотезы, то выяснится, что вы все равно найдете вам нужных людей. Поэтому если вы работаете с людьми, которые говорят, отстаньте, у нас есть отчеты, которые у нас есть, то это означает, что это не ваша целевая аудитория. Соответственно, вероятнее всего, нужно вести разговор с другими людьми, которые говорят о том, что отчетов не хватает. Почему уже надо будет потом обсуждать. Есть еще одна такая интересная вещь. Когда ты приходишь к заказчикам, ну я на своей практике очень часто сталкиваюсь, когда ты показываешь инструмент, по сути, то, что я сегодня показывал, я не показывал каких-то бизнес-сценариев конкретных, я демонстрировал инструмент. Воспринимается неплохо, говорят, да, классно, гибко и так далее, мы бы хотели что-то сделать свое. Например, в какой-то области, я не знаю, финансовая, логистика, производство для конкретики. А покажите нам, что делают другие заказчики. Ну, ваш опыт работы с ними есть. Тут я на самом деле понимаю, что в принципе какие-то вещи показывать можно, но с другой стороны, несколькими вопросами можно понять, о какими категориями мыслит человек, с которым вы общаетесь. Это на самом деле очень психологически интересная вещь. Потому что если он ожидает, что вы сейчас откроете какое-то приложение и покажете, что вы делали для другого заказчика, всегда возникает вопрос, а вот то, что вы ему показываете, это не нарушение интеллектуальной собственности. То есть это же было сделано за чьи-то деньги. Это первое. То есть это уже был реализованный проект заказчика. Особенно если он в результате увидел для себя какие-то бонусы в результате реализации этого проекта, это уже он считает своей собственностью и вряд ли захочет показывать. Более того, есть еще один фактор. Я вам приведу хороший пример, не называя имен заказчиков, но тем не менее относится это к нефтегазовому сектору в России. Есть заказчики, которые используют клик, очень активно используют клик. В качестве учетной системы используется SAP. Ну, популярная у нас система учета управления ресурсами. При этом коллеги из Казахстана, тоже из газо-нефтяных компаний, зная о том, что в России есть крупный заказчик клик, пришли и сказали, а сделайте нам референс-визит, покажите, что они делают. Обычно заказчик в России очень охотно шел на референс-визиты, приглашал из других отраслей к себе, там, других заказчиков, посмотреть, показать. Тут они некоторое время ждали, ждали, уже стало нам неудобно, мы говорим, ну, вы ответьте что-нибудь, либо да, либо нет. Они говорят, вы знаете, скажите нет. Мы говорим, а аргументировать как? Они говорят, аргументируйте, пожалуйста, следующее, ну, чтобы не обижать заказчика. Вы ему скажите, что если они захотят прийти, посмотреть, как у нас делается учет в SAP, ну, то есть любых процессах, хотите в HR, хотите в добыче, хотите в продажах, там, и так далее, мы все покажем, мы все расскажем, все идеально. Но если они хотят приехать посмотреть, что мы делаем в клик, то ответ следующий, мы не хотим себе создавать конкурента. То есть, по сути, организация, прочувствовав вот эту вот гибкость работы с данными, которые она получает, она считает это неким таким уже не просто бонусом, а неким своим конкурентным преимуществом, в сравнении с теми заказчиками, у которых подобные системы не реализованы. Не сами продукты, да, они решены уже какие-то бизнес-задачи на основе вот таких интерактивных инструментов. Соответственно, вот такие вот вопросы, да, то есть человек еще не до конца осмыслил, они должны являться неким таким стоп-фактором, их очень быстро можно задать, понять, в каких категориях мыслит человек, можно ли с ним сразу приступать к выполнению бизнес-аналитического какого-то проекта, либо еще требуется какой-то уровень подготовки, либо его самостоятельный, либо там нужно ему пояснить, как, собственно, с чем заходить. Есть несколько еще вещей, которые на самом деле кажутся, что являются стоп-фактором, но они таковым не являются. Ну, во-первых, у нас накоплено много данных, хотим на их основе делать прогноз на несколько лет вперед, я это уже проговорил. То есть если вот так вот люди в это верят, просто можно сразу говорить, вот ребята, верьте, продолжайте верить, вы не наша целевая аудитория, не надо тратить время друг друга, дозревайте. Когда вы поймете, что, собственно, ответственность все равно будет лежать на человеке, мы к вам вернемся и, собственно, продолжим работать. Ищите других бизнес-заказчиков, которым уже сейчас нужно решать аналитические задачи. Техническая сугубо вещь. Обычно вот эти вот слова, это слова от коллег из IT. Они правильные, да, в том смысле, что у нас данные не очень чистые, их нужно привести там к справочнику, построить нормативно-справочную информацию, НСИ, все это создать, потому что качественная аналитика может быть только на качественных данных, ну и так далее. Все это правильные вещи. Но еще раз говорил, не надо замыливать технику, замыливать бизнес-задачи айтишными вещами. Идея очень простая. Как я говорил, если есть бизнес-пользователь, который говорит, мне уже сегодня, уже завтра нужно, собственно, делать какие-то выводы, работать с данными, держитесь за этого человека, да, потому что сам инструмент позволяет вам взять любые данные на входе, преобразовать их, если даже требуется преобразование для этого конкретного бизнес-пользователя, быстро с ним получить прототип, получить обратную связь о том, насколько ему это полезно, не полезно, и, соответственно, либо начать использовать, либо не начать использовать, но минимум затрат по времени. Дальше, если вам бизнес-пользователь говорит, да, теперь вот это вот полезно, и мы хотим растиражировать это на нужное количество подразделений бизнес-пользователей, то, по сути, вы получили карт-бланш в свои руки. У вас уже с бизнес-пользователем согласовано внешнее представление и пользу этого приложения, уже есть от него обратная связь. Второе, если вы данные при загрузке из ваших источников готовили, очищали, то есть они были не идеальны, вы их как-то готовили средствами в клика, то, по сути, вы можете отдать коллегам из IT, собственно, вот эти все процедуры подготовки и сказать, а теперь, пожалуйста, на регулярной основе подготовьте, чтобы эти данные из ваших источников забирались, очищались и так далее. То есть вы им не в теории пишете техническое задание, как хотелось бы, в принципе, на перспективу обрабатывать данные, а вы им говорите, для конкретной бизнес-задачи данные должны быть подготовлены вот так. То есть у вас появляется предметное обсуждение. И в этом случае достигается бонус со всех сторон. Вы и коллегам из IT даете руководство к действию, четкое понимание, с какими данными, до какой степени их нужно чистить и готовить, а для бизнес-пользователя вы получаете уже готовое решение, собственно, с которым можно работать. Если вы на ответ от бизнес-пользователя о том, что мне нужно решать бизнес-задачу, услышите вот такие вот слова, и, собственно, коллеги из IT, естественно, понимая свою ответственность, говоря о том, что у нас данных красивых нет, и их нужно почистить, вы должны просто-напросто сказать, что, слушайте, давайте мы не будем все сразу делать, давайте сделаем прототип, а потом уже будем, собственно, массово чистить данные. То есть здесь не нужно вступать в противоречие, не нужно спорить там с коллегами из IT, собственно, они помогают тоже создавать общие решения, не нужно вступать в противоборство, нужно просто-напросто разбить задачу на две части, бизнес-задачу и техническую часть. И, собственно, клик позволяет связать эти две части воедино. Тоже интересная вот такая вот вещь, приходите на предприятие, бизнес-пользователь на конкретике финансовый директор говорит, мне нужен там P&L или финансовый какой-то анализ, приходите, например, к коллегам тоже из IT, они говорят, вы знаете, мы тут 1С внедряем, им говорят, а сколько вы его внедряете? Они говорят, ну, мы уже на самом деле второй раз его перевнедряем, потому что первый раз там не учли все нюансы и так далее и тому подобное. И, собственно, здесь, опять же, во главу у вас ставятся разные приоритеты. Для коллег из IT главное создать систему, которая создает данные, или сохраняет данные, учитывает данные. Для бизнес-пользователя важен результат, собственно, который вы можете получить из этих данных. Прелесть заключается в том, что если у вас есть бизнес-пользователь, которому нужен результат, но нет идеальных учетных систем, а их никогда нет, учетные системы могут до бесконечности внедряться, вы можете разделить две задачи. Коллегам из IT оставить задачу внедрения учетных систем на тот период времени, сколько там это будет внедряться, и пусть себе внедряют. Но даже существующие, пусть не идеально внедренные бизнес-системы, учетные системы могут предоставлять данные хотя бы те, которые есть. И это означает, что вы с использованием инструмента, например, того же клика, эти пусть не идеальные данные, но можете загружать, создавать, собственно, аналитические представления, позволять пользователям уже анализировать и работать с ними. И тогда уже, когда, собственно, коллеги из IT и прочие подразделения достроят свою учетную систему до того вида, который они сочтут идеальным, вы просто поменяете источник и сможете данные из этих идеальных систем загружать в те же самые аналитические приложения и работать с более красивыми данными. Но еще раз подчеркну, внедрение каких-либо учетных систем не является стопером для внедрения аналитических систем. Это очень четко нужно понимать и очень четко для себя в голове разделять. Последняя фраза. Никто из вас вопросов не задал, а на самом деле чаще всего их задают, когда ты показываешь этот все интерактив. Ответом на эти вопросы является два. Первое. Во-первых, можно. То есть можно щелкнуть правой кнопочкой мышки по объекту и сказать экспорт в Excel. С другой стороны, правильный ответ заключается в том, а зачем вам это нужно. И он опять же распадается на два. Первый. Нужно просто понимать, что когда вы в клике, например, работаете, как я показывал, с десятками миллионов записей, если вы не подумав, жмете правой кнопочкой мышки экспортировать в Excel, надо подумать, а что получит бизнес-пользователь. То есть клик-то спокойно начнет экспортировать, он сохранит это не в Excel, понимая, что Excel не потянет, а в CSV-файлик. Но это займет некое время. У пользователя дальше этот CSV-файлик будет пытаться открываться в Excel. На первом миллионе строк Excel квакнет, скажет больше не могу. У пользователя все равно будет сплошной негатив. Хотел, но не получил. Поэтому если вы видите, что пользователи залезают в приложение, делают экспорт в Excel, может быть, еще залезают в другое приложение аналитическое, опять делают экспорт в Excel, а потом пытаются в Excel сводить, это повод задать два вопроса. Зачем ты это делаешь? И зачем ты это делаешь? Это твоя привычка, потому что тебя другому инструменту не учили. Или это недостаток разработанного аналитического приложения, потому что, в принципе, может случиться так, что вы в модель приложения аналитического включили одни данные, а в другое приложение другие данные, а пользователю нужна связка между ними. Но это, соответственно, повод не учить его экспорту в Excel, а сделать приложение аналитическое, в которое будут включены данные из обеих предметных областей, где он интерактивно с ними сможет работать. Поэтому, с одной стороны, если вас просят все равно все это выгружать в Excel, то если это привычка, нужно просто научить пользователя работать в инструменте, а если это вынужденная какая-то процедура, это вам, собственно, позыв к тому, чтобы приложение аналитическое переделать и включить в ваше аналитическое приложение тех данных, ради которых пользователь лезет в разные инструменты и пытается их сводить все в Excel. Как измерять успех проектов? Можно, на самом деле, использовать разные критерии. Как я уже говорил, вопрос, на самом деле, не все всегда можно измерить в деньгах. Поэтому, в зависимости от решаемой бизнес-задачи, для каких бизнес-задач, для каких бизнес-департаментов вы это делаете, основным критерием является кажущийся не всегда измеряемых числах термин, но, тем не менее, из всего того, что мы проговорили, если конкретный человек говорит о том, что в результате работы с приложением, в результате работы с данными, он, соответственно, может правильно их проанализировать, с заданным уровнем качества на себя взять ответственность и принять управленческое решение, то это уже, собственно, хороший ответ на то, эффективным является решение или нет. Если хотите, это можно попытаться пересчитать в деньги, это не всегда бывает возможно, но, как я приводил пример с управленцами кустов магазинов, даже само сокращение введения в должность, например, каких-то людей и в течение этого сокращенного времени снижение количества ошибок принятия управленческих решений, оно тоже может являться критерием успеха, не обязательно вы это пересчитаете в количестве успешно проданных товаров или в зарплате этого управленца. Собственно, вот это основные критерии. Какие требования предъявляются к тем людям, которые будут этим всем заниматься? На самом деле, вы уже, наверное, оценили, что инструмент достаточно простой, с одной стороны. Понятно, что я сегодня не занимался детальным обучением тому, как выполнять любые какие-то вещи в этом инструменте, но сразу могу сказать по практике, в принципе, обучение, например, на курсах в течение недели и плотной работы в течение месяца-полутора можно получить специалиста, вот справа, который у нас нарисован, специалист понимания технологий, который эффективно будет работать с инструментом и будет готов с любыми данными и бизнес-пользователем, который ему подсказывает, как считать правильно какие-то показатели, относившиеся к какой-то тематике, в общем, эффективно работать с этим инструментом. С другой стороны, не нужно думать о том, что у нас появляются универсальные специалисты, которые будут сведущими во всех направлениях бизнеса. В любом случае, успехом проекта является вовлечение непосредственно бизнес-пользователей, которые как раз являются продвинутыми и, что главное, любопытными в той предметной области, для которой они решают конкретную задачу. Вот, собственно, объединение этого продвинутого плюс специалиста в технологиях, продвинутого бизнес-пользователя и специалиста в технологиях позволяет получить наиболее эффективные решения в любом направлении собственной деятельности, в любом бизнес-процессе. Поэтому здесь, опять же, можно двигаться во всех направлениях. Можно начать с изучения инструмента и дальше просто набирать практику в различных бизнес-задачах. И, собственно, вы быстрее сможете решать конкретные тематические бизнес-задачи, с которыми вы уже сталкивались. Либо можно идти, наоборот, от бизнеса, зная какую-то предметную область хорошо, но изучая технологические возможности инструмента и, собственно, получая возможность строить цельное решение. С любых сторон можно идти, вне зависимости от того, кто вы технарь, в ощущениях своих или бизнес-пользователь. В принципе, в обеих направлениях можно двигаться. Если подводить итог, что является успехом проекта, это то, что нужно себе всегда в голове, во главу угла держать и проверять, а это учли вы или не учли. Можно, конечно, более детально это приводить, но по большому счету вот эти вот пять пунктов – это такая вот выжимка, которая является, ну, ноу-хау, что называется, используя которую вы всегда, в общем-то, будете отбиваться правильного результата. Первое – это осознание использования, ну, здесь написано преимущество клик, поскольку я клик показывал, да, но, в принципе, осознание использования преимущества того инструмента, который вы используете. Не в смысле, что вы знаете, что он такой есть, что там гипотетически что-то можно делать, а в том смысле, что вы настолько хорошо его знаете, что вы прочувствовали, и вы сами как-то загораетесь тем, что вы можете сделать в этом инструменте. То есть вы пронесли для себя этот инструмент через свою душу, что называется, вам нравится в нем работать, коротко говоря. Ну, и в этой части вы понимаете, что, в принципе, не нужно замыливать создание бизнес-решений какими-то сложными техническими заданиями, вы можете постепенными быстрыми шажками двигаться к созданию прототипов и, собственно, получать результаты, поддержку со стороны бизнес-пользователей. Плюс с технической точки зрения вы понимаете, что выбранный вами инструмент может легко масштабироваться от решения задач небольших, но небольших объемных данных для небольшого количества пользователей вплоть до, собственно, масштаба всего предприятия. Но это, как бы, возможность на будущее. Второе, вот очень важный момент. Звучит так вот, ну, как бы, серьезными словами, выращивание собственного центра компетенции и правильная организационная поддержка. Что имеется в виду? На самом деле мы уже с вами говорили, что, с одной стороны, прелестью управленческой аналитики является возможность создания в организации некой добавленной стоимости, то есть неких дополнительных преимуществ, которые позволят вам изменять организацию, делая ее лучше в целом или в конкретных бизнес-процессах. С другой стороны, нужно понимать, что любые изменения, которые выполняются на уровне организации, ну, это такие потенциально опасные вещи, да, потому что неправильно принятые решения могут в лучшем случае развалить всю вашу организацию. Поэтому здесь очень важно понимать, кто является вашим заказчиком, то есть кто будет говорить буквально следующее. Слушай, мы понимаем, что мы ввязываемся в некий аналитический проект, да, то есть вот сейчас его нет, да, но мы хотим получить примерно вот такие вот преимущества, да. Мы понимаем, что нужно какое-то время на это потратить, и только после окончания этого времени мы сможем сделать вывод о том, успешно мы или неуспешно, собственно, прошли этот путь. В идеале, чтобы он был коротким, ну, в течение, например, там максимум одного-двух месяцев, то есть это не годы, да, а, соответственно, один-два месяца максимум, в идеале, там, может быть, несколько недель, но, соответственно, я готов на себя взять ответственность и как бы отбиваться от всех там злопыхателей на это время и говорить так, мы делаем, 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 но просто через какой-то ограниченный короткий промежуток времени мы подводим результаты и смотрим, да. То есть, как правило, о чем это говорит? О том, что если этот проект реализуется только в рамках департамента IT, то это недостаточный уровень организационной поддержки. То есть речь идет о том, что организационная поддержка должна быть со стороны бизнес-пользователей, для которых вы решаете бизнес-задачу. Управленческая бизнес-аналитика – это инструмент не для коллег из IT, это инструмент для бизнес-пользователей. Если у вас нет конкретных людей из бизнес-подразделений, которые курируют этот проект и говорят, я за него, условно говоря, отвечаю своим рабочим местом, да, и со своей, собственно, мотивацией, то в этом случае за этот проект можно не браться. Вы можете сколько угодно крутиться в технике, но результат вы не получите. По поводу выращивания собственного центра компетенции. Что имеется в виду? Обычно существует несколько вариантов подходов. Первый вариант. Я выступаю заказчиком, я ничего сам не делаю, я просто деньги плачу, да, мне, собственно, кто-то из партнеров, из каких-то внешних подрядчиков делает проект. Приходит, с моими данными разбирается, поставляет мне конечное приложение. Второй вариант. Я никого не нанимаю, я делаю это только внутренними сотрудниками, да, то есть пользуюсь только своими ресурсами внутри организации. Вот это вот две крайние, собственно, позиции, которые не очень хороши. Хорошая является та, когда вы находите некую золотую серединку, и заключается она в следующем. С одной стороны, вы учите своих собственных людей, которые знают инструмент, погружаются в ваши бизнес-задачи. С другой стороны, под какие-то быстрые проекты, под какие-то сложные проекты, вы нанимаете внешних людей, привлекаете каких-то партнеров. Но, что очень важно, поскольку у вас есть внутренние люди, тоже обладающие этой компетенцией, вы можете работы, которые вам поставляет внешний поставщик, правильно принимать. Вы понимаете, что они для вас сделали, вы выставляете свои критерии, можете правильно выполнять проверку. Что еще очень важно с точки зрения организационных работ? Приведу пример нескольких заказчиков, как это обычно происходит, как появляются инструменты управленческой аналитики и проект управленческой аналитики в организации. Как правило, чаще всего по нашей статистике заказчиками выступают экономические департаменты, финансовые департаменты, то, что поближе к деньгам, проще пересчитывается. Это не означает, что это самые приоритетные заказчики, но так уж чаще всего случается. И, например, так складывается, что в процессе первых проектов, первых результатов вот этот центр компетенции начинает складываться на основе аналитиков департаментов финансовых, экономических и так далее. То есть там появляются те люди, которые знают что-то и в бизнес-процессах, в финансах, например, и знают, собственно, сам инструмент, например, клик. В процессе этого проекта, естественно, внутри организации появляется некая инфраструктура, появляются серверы, появляется оборудование, на которых все это крутится. Дальше, естественно, заказчики других департаментов, потенциальные заказчики смотрят на всю эту красоту, говорят, а мы тоже хотим по своим тематикам. И первый посыл, что говорят обычно экономисты и финансисты, говорят, слушайте, ну мы свою задачу-то решили, инфраструктура есть, берите и делайте. В чем проблема? Дальше начинается какая вещь? Начинается ситуация, когда в других департаментах, естественно, разный уровень квалификации обладают люди, начинают что-то делать, но чаще всего получается не очень хорошо, то есть люди пытаются из клика делать Excel, ну как могли, там что-то на лояле и так далее. Появляется не очень хорошо. Хороший результат когда достигается? Тогда, когда организация под центром компетенции понимает другие принципы работы, что она делает. Она говорит так, смотрите, у нас есть ядро людей, которые уже получили положительный результат, неважно в какой области, финансовый или какой-то другой. Вот этот костяк людей, которые знают инструменты, уже что-то сделали. Они, естественно, за вас все в других предметных областях делать не будут. Они этого и не знают, но зато у них уже есть положительный опыт работать с инструментами. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем договориться следующим образом. Вы в своем департаменте, например, продаж или производство, находите самого любопытного из любопытных, самого умного из умных, которые понимают ваши бизнес-процессы, то есть это бизнес-пользователь, и готовы работать вместе с нами, как с людьми, понимающими технологию. Дальше мы командируем вашего человека из вашего подразделения, он физически приходит к нам в департамент, садится за соседний стол с нашим человеком, и они в режиме быстрого прототипирования создают прототип, который ваш человек от бизнеса говорит, да, вот это вот полезно. И, собственно, вот это прототипирование делается в режиме одной-двух недель максимума, то есть отбивка, например, две недели. И, соответственно, если через две недели будет получен какой-то результат, дальше этот результат передается уже в это бизнес-подразделение, для которого делался этот проект, где вы собираете обратную связь от конечных пользователей, понимаете, насколько эффективно это решение, при необходимости формируете список каких-то вещей на доработку. И таким образом получается, что у вас вот этот вот костяк, который, собственно, обладает компетенцией, знанием продукта и знанием того, как успешно реализуются те или иные проекты, он фактически включается в создание нового бизнес-задач для ваших подразделений, и, собственно, у вас постепенно вот эта технология управленческого анализа, она разрастается, собственно, по всем вашим подразделениям, охватывая всю вашу компанию. И это, на самом деле, очень важный подход, потому что обычно всегда задают вопросы, а кого нам готовить, а где нам готовить. То есть не надо сразу замахиваться на всю компанию, найдите конкретный бизнес-подразделение, самых умных, самых инициативных, самых любопытных, и начните с него, дальше потихонечку это разращивайте. Третье. Переосмысление и глубокая переботка существующих отчетов. По практике чаще всего, когда люди начинают что-то делать, они пытаются в клике сделать Excel. Можно с этим спорить, можно не спорить. Появляются таблички, ну, может, какие-то диаграммки, и только через некоторое время, когда пользователи начинают интерактивно исследовать данные, для них в ощущениях формируется, вот у них доходит, как говорится, мозг до того, что можно получить дополнительную гибкость. Поэтому сами для себя просто поймите, что если у вас есть уже в организации люди, которые могут пояснить, что в клике можно делать более гибко, более быстро, не создавая еще один Excel, то идите в этом направлении. Если вы понимаете, что пользователи на словах не понимают, о чем идет речь, им нужно сначала картинку увидеть, а потом самим пощупать, создайте им один, два, три приложения с тем, чтобы они могли переосмыслить существующие отчеты, к которым они привыкли в Excel, и для себя сложить свое представление, о чем же им в Excel не хватает, чего им хочется получить нового. Это может быть более быстрый или менее быстрый процесс, но он необходим для того, чтобы вы могли сами для себя потом сказать, что, вы знаете, я не просто еще один Excel сделал в другом инструменте, заплатив за него временем внедрения, заплатив за лицензии, купив этот продукт, и констатировал, что был Excel, и еще один Excel в кавычках получился, а то, что я получил, собственно, новое решение. Четвертое, уже проговаривал быстрое прототипирование с отбивкой в две недели. Ну и пятое, активное привлечение будущих пользователей, поскольку, как я уже говорил, собственно, ценность бизнес-аналитики появляется тогда, когда это доходит до конечных пользователей, это инструмент для них, это инструмент не для IT, это инструмент для бизнес-пользователей, хотя, если мы говорим только об инструменте, то для коллег из IT, естественно, этот инструмент тоже может быть очень полезен, например, для анализа чисто IT-шных вещей, для анализа лог-файлов, для анализа работы оборудования, для анализа, например, согласованности обработки заявок, каких-то задержек и прочих вещей. То есть для предметной области IT, естественно, это тоже может быть применимо. Про аналитику в архитектуре IT-предприятия подытоживающий слайд я покажу в завершении. Ну а тут, я надеюсь, у меня машинка виртуальная запустилась. Я просто покажу, да, все хорошо. Я покажу, как работает сценарий с большими данными. Того, как я говорил, для этого уже нужен сервер. Что у меня есть? У меня есть два приложения для меня, как для пользователя. Первое приложение по данным, собственно, все то же самое, что мы уже видели с нашими отгрузками. Для простоты, чтобы картинка была та же. У меня есть два приложения. Первое, так называемый выбор отгрузок. Я просто покажу, что с точки зрения модели и логики с данными, это то же самое, что мы с вами видели в приложении, которое я создавал, демонстрируя сам инструмент. Все то же самое. Единственное отличие заключается в смысле данных в следующей вещи. Если в том приложении, которое я создавал с нуля, я загружал непосредственно фактические данные, каждую транзакцию, то есть каждый сотрудник в какую-то дату, как мы видели, какой-то товар отгружал через какой-то склад. То есть здесь обратите внимание, чем отличается вот это вот приложение, чем отличается вот эта таблица фактов. В том, что здесь хранятся не индивидуальные транзакции, а они хранятся в агрегированном виде до какого-то определенного уровня детализации, который быстро может работать для пользователя. Что имеется в виду? Конкретный сотрудник через конкретный склад за конкретный год, за конкретный квартал, то есть детализация не ниже квартала, уже не за каждую дату и даже не за каждый месяц, а до уровня квартала, отгружал на такой-то объем, на такую-то стоимость, такой-то товар, и общее количество записей, которое суммарно составляет вот эту вот стоимость, вот этот вот объем, это, например, 18, 17, ну и так далее. Вот разные транзакции, разное количество записей. Но идея заключается в том, что вот этот уровень агрегирования позволяет мне, с одной стороны, получить данные, работающие интерактивно быстро, связки, благодаря этим количеством записей я могу сопоставлять, какие товары, какие люди отгружали через какие склады, то есть у меня полностью ассоциативная модель, и я могу ориентироваться на вот эти вот сводные данные, пусть пока не с детализацией до каждой записи, но в принципе я могу ориентироваться на объемы и стоимость. Как для меня это выглядит? Выглядит это для меня буквально следующим образом. Вот примерно та же самая картинка, как я пытался создать в ходе демонстрации. В разрезе регионов, в разрезе сотрудников, в разрезе товаров, плюс еще обратить внимание, вот есть эти сводные характеристики по количеству огрузок, например, в тоннах, ну и стоимость отгрузок в рублях. И под этим всем лежит неинокое количество записей, ну поскольку у меня демонстрационное здесь сейчас приложение, еще и в виртуальной машине крутится, я не стал здесь, естественно, грузить миллиарды, я показываю там, например, на 10 миллионах записей. Но идея заключается в том, что это все, опять же, ассоциативно, интерактивно связано между собой, я всегда могу ориентироваться на любые данные, где бы они у меня не были представлены. Все это, естественно, интерактивно, во всей той логике, которую я показывал. Это со стороны пользователя, то есть тем самым я могу сейчас сфокусироваться на любых срезах, которые сам интерактивно выбираю. А что же со стороны IT? IT посмотрели и говорят, слушай, ну здорово, но на той сложности данных, которые ты хочешь получить, в принципе, мы тебе, например, на нашей инфраструктуре понимаем, что ты можешь крутить не более, для конкретики, например, 80 тысяч записей. В зависимости от размеров оборудования это количество может быть разным, но мы устанавливаем некий лимит. В своей демонстрации я покажу, например, на 80 тысячах записей. Что я для этого делаю? Я для этого, с одной стороны, оставляю интерфейс, понятный пользователю, не погружаю в технику. С другой стороны, как разработчик, создаю ему кнопку, так и называю ее кнопка. Кнопка. Кнопка один. Их может быть несколько в зависимости от логики. При нажатии на эту кнопку и будет выборки, которые сделает пользователь, то множество значений, на котором он хочет сфокусироваться, та часть пирога, которая его интересует. Мы будем передавать в некое шаблонное приложение детали отгрузок. Я его чуть позже сейчас покажу. То количество записей, которое будет отбираться, будет отбираться на основе вот этой же формулы. В поле количество записей будет считаться суммарное количество, которое им будет отбираться. Поэтому я здесь просто-напросто говорю о том, что я выбираю то же самое поле количество записей, выбираю его суммой, вставляю формулу. Говорю о том, что ты можешь выбирать чего угодно, но я тебя ограничиваю каким-то количеством записей, ну, для демонстрации, для конкретики, например, 80 тысяч. Любые 80 тысяч, они твои. При этом, поскольку для пользователя будут забираться реальные данные, будут генерироваться приложения со всеми этими данными, я, естественно, его тоже хочу ограничить в количестве таких приложений. Я говорю, слушай, ну, не более двух ты можешь генерировать, и плюс даже то, что ты будешь генерировать, пусть хранится ограниченный промежуток времени, например, там не более одного дня. А дальше будет чиститься. Если надо будет, потом еще раз себе запросишь. Ну, и в итоговом приложении сразу будешь попадать на какую-то закладочку. Что же это за итоговое приложение? Я просто покажу, что у меня заранее было создано как приложение, в котором пользователь фокусируется на какой-то части данных, так и вот то шаблонное приложение с детальными отгрузками, которое, мы сейчас с вами увидим, в интерфейсе не выглядит полноценным приложением, потому что в нем данных нет. Многие из объектов, даже помеченные красным цветом, показывают, что данных нет, мы показываем количество записей ноль. Но это тот вид, в котором я хочу позволить итоговым пользователям анализировать вот эти вот все записи вплоть до отдельных транзакций. Пока это только шаблон без данных. И вот здесь вот, когда я создавал кнопку моему пользователю, я как раз указывал, что я буду, собственно, именно вот в этот шаблон запихивать мои выбранные данные пользователю. Я создаю эту кнопку. Эту кнопку помещаю пользователю в интерфейс. Ну а дальше, собственно, играю с этими данными. Как я могу играться? Я говорю, я как пользователь захожу в выбор отгрузок, смотрю на эту кнопку, которая, к сожалению, сейчас, я не знаю, видно под столом? Коллеги, видно? Она у меня как кнопка есть, но если я пытаюсь на нее нажимать, она у меня неактивна. Я не могу создать новое приложение, потому что у меня не удовлетворен критерий, потому что я сказал 80 тысяч любые записи, они твои, а у меня в отбор входит 10 миллионов. Поэтому я начинаю играться и говорю, слушай, ну давай вот по этим регионам сразу вижу, сколько количества записей входит в мой отбор. Ну, например, вот по этим двум сотрудникам. Как только я количество записей, на которые ориентируюсь, сделал меньше, чем граница, установленная системой администратором, кнопка активируется. Я в эту кнопку нажав, соответственно, могу увидеть активирующуюся кнопку создать новое приложение, и я ее, собственно, нажимаю. В этот момент для меня начинает формироваться мое приложение, которое наполняется детальными данными, и можно даже будет посмотреть, как идет выборка этих данных. И в это приложение в итоге загружается то количество записей, которое у меня сейчас входит в отбор, там 58 с хвостиком тысяч, ну, с той скоростью, с которой мне их может отдавать источник. У меня, поскольку виртуальная машина, это не так быстро, ну, а в инфраструктуре у вас как заказчика все уже зависит от ваших ресурсов айтишных. Собственно, у меня выбралось 58 281 запись, как я ожидал, и я прямо здесь из интерфейса перехожу к этому приложению, который из себя представляет тот самый шаблон, который я показывал, с выбранными мной записями, в количестве, которое я, собственно, выбирал, и здесь для меня сохраняется вся та же самая интерактивность, вся та же самая ассоциативность, я сейчас работаю с этим куском пирога. При этом обратите внимание, с точки зрения гибкости у меня в этой модели присутствуют, например, те данные, которых не было в сводном приложении, например, у меня там не было атрибута с заказчиками, например, а здесь он есть, то есть я могу, например, смотреть объемы там с распределением еще по заказчикам. Если я поигрался с этим куском пирога, а потом хочу сфокусироваться на чем-то другом, то я точно так же беру, возвращаюсь в родительское приложение и говорю, ну, хочу на большем количестве, например, сотрудников, но зато за меньшее количество лет, например, там, на каких-то определенных регионах. Главное, чтобы, собственно, опять же, у меня количество записей не превышало те 80 тысяч, которые я разрешил как системный администратор. Любая выборка. Дальше снова жму кнопку. Можно либо создать новое приложение, поскольку я сказал, что, в принципе, можно два создавать, либо в этом же приложении в целях экономии места, могу сказать, перезагрузить с новыми выборками. В этом случае поверх старого приложения запрашиваются новые наборы данных, и я в итоге получу, собственно, 26 тысяч с хвостиком записей, с которыми смогу точно так же работать в любой, собственно, в любом направлении, исследуя их, отрабатывая любые какие-то гипотезы. Вот, собственно, выбралось. Точно так же отсюда из интерфейса пользователя вызываю и увижу другую выборку, представленную в виде моего шаблонного приложения. Видно, что у меня уже только два года, которые я попросил. Но, собственно, на большем количестве сотрудников, большем количестве регионов, большем количестве товаров. Все точно так же ассоциативно работает. Вот с таким подходом архитектурным вы можете, собственно, работать с неограниченными объемами данных. Ограничения у вас определяются просто сложностью ваших расчетов и возможностями ресурсов вашего оборудования. Но, в принципе, любые объемы данных вы можете крутить без всяких вопросов. И прелестью этого подхода является то, что, с одной стороны, учтены пожелания пользователя, они в простом интерфейсе могут работать с данными, не вдавая в технику, и учтены интересы коллег из IT, которые должны обеспечивать нормальную работоспособность этого решения. Они не погружаются в сами данные, но на уровне количества записей, которые способны в единицу времени обрабатывать их серверы, могут определять это в интерфейсе пользователя и позволять с этим работать. В итоге, последний завершающий слайд, где находится в архитектуре предприятие наш с вами аналитик, еще раз, независимо от того, что у вас есть внизу, инфраструктура какая, независимо от того, какие у вас есть источники данных, аналитические приложения, аналитические системы, они сидят сверху, они сами по себе должны быть такими, чтобы они были всеядными, позволять подключаться к любым источникам, сводить в себя информацию из любых источников, потому что ценность как раз заключается в том, чтобы составить цельную картинку из всех данных, которые у вас есть. Не обязательно, собственно, создавать для этого специализированные какие-то источники, эти данные могут быть, этими источниками данных могут быть и хранилища, и целевые системы, собственно, вы можете подстраиваться под имеющиеся источники данных. В итоге, если вы идете от простых решений, от решений задач каждого отдельного департамента, то, в принципе, в общем случае вы в дальнейшем можете каскадировать и сводить, собственно, эти решения на более высоких управленческих уровнях так, чтобы в итоге, например, у топ-менеджмента управленцев верхнего звена была обзорная картинка по всем бизнес-процессам, на более низких уровнях более детальной информации уже по каким-то отдельным направлениям деятельности, естественно, с разграничением доступа так, чтобы каждый видел только ту часть, за которую отвечает. Но вот такое каскадное построение, собственно, выполнения расчетов показателей и возможность их анализа позволяет, в принципе, изменить методологию управления внутри компании. Вот то, что мы говорили, цифровая трансформация. Когда вы не просите, дай мне вот этот вот отчет, подразумевая, что в голове вы хотите увидеть цифры в идеале с галочками, кого нужно пнуть, кого нужно уволить, потому что он виноват. А меняете идеологию по-другому. Вы говорите, уважаемые пользователи, у каждого из вас есть доступ к цифрам, на основе которых мы меряем эффективность бизнес-процессов организации. У каждой должности там, собственно, есть понимание. Вы видите эти цифры в более детальном виде, я вижу эти цифры в менее детальном виде, но если мне нужно, я могу погрузиться в более детальные. И если у нас, собственно, возникла какая-то проблема, то в ваши должностные обязанности входит ее мониторинг, понимание в одинаковых показателей и влияние на ее исправление. Поэтому если проблема какая-то не решается в течение какого-то времени, и проблема эта вылезла с низкого уровня на верхний уровень, то я вас буду звать к себе в кабинет не для того, чтобы вас там уволить или что-то еще, а задавайте ключевые вопросы. Что вы там, собственно, проанализировали, где вы нашли источник проблемы, и что вы сделали для того, чтобы эту проблему устранить. Потому что картинка для нас одинакова, мы работаем на общий результат. Задача не отпинать кого-то отчетами, а одинаково видеть проблемные какие-то зоны, и если они начинают проявляться в самом низу, то просто не выводить их на верхний уровень, с тем, чтобы они решались на тех местах, исходя из тех должностных обязанностей, которые, собственно, выполняют конкретные пользователи у себя на предприятии. В итоге, если кто-то из вас хочет попробовать сделать хотя бы то, что я показал примерно, да, со своими данными поиграться, то, соответственно, ссылочка, где вы можете скачать ClickSense Desktop, установить его бесплатно и поиграться своими данными. Ну а, в принципе, то, на что не хватило времени, можно еще долго показывать различные сценарии работы с кликом, и связанные с геоаналитикой, и связанные с, собственно, более красивыми приложениями. Опять же, все это может работать на мобильных устройствах. Кто хочет, потом можете подойти, просто покрутить, убедиться в том, что все эти интерфейсы, которые я показывал, позволяют вам и на мобильном устройстве также эффективно работать с информацией, с тач-интерфейсом, с переводоводными экранами, масштабированием там и так далее, так же, как я это делаю просто мышкой у себя на ноутбуке. Наверное, то, что я сегодня хотел рассказать в сжатом виде, я рассказал. Если есть какие-то вопросы, то готов на них ответить. Коллеги, вопросы? Можно микрофончик сюда? Вопросы. Коллеги, не стесняйтесь, пользуйтесь возможностью. Спасибо. Меня зовут Роман, спасибо большое за лекцию. Вот вы показывали момент то, что можно взаимодействовать через тач-интерфейс, через веб-браузер и тому подобное. Хотелось бы узнать, каким образом можно данные передавать, импортировать вот в эту программу при помощи веб-интерфейса или такая возможность возможна только через десктоп? Когда вот большие объемы, да, там порядка миллионов записей, как можно импортировать через мобильное приложение данные? Смотрите, клик, как кликсенс, это инструмент для конечного пользователя. Вот она, архитектура. Тем не менее, если вы говорите, что у вас есть несколько другие сценарии и данные, которые у вас есть клики, вы хотите потреблять еще чем-то, то у вас есть на самом деле куча возможностей. Ну, начиная с того, что, в принципе, к любому объекту визуализации вы можете подцепиться. Я просто покажу. Если вы уже знаете, что это такое, тут интеграционные сценарии. Во-первых, все объекты визуализации, это HTML5 объекты, их можно создавать самому. То есть, если у вас есть в голове мысль о том, как лучше визуализировать что-то свое, и среди готовых объектов визуализации вы не видите, то зная HTML5, ну, я имею в виду JavaScript, CSS и HTML, вы можете создавать свои собственные объекты визуализации. Плюс из готовых объектов визуализации, если вы хотите что-то, например, встроить в какое-то веб-приложение или в какое-то бизнес-приложение, вы можете точно так же выбрать этот любой объект визуализации. Ну, вот я сейчас покажу, например, мою диаграмму. Можете сказать, что я хочу выборки показывать, хочу интерактивность сделать. И вот она URL-ссылка, выделив которую и вставив в которую веб-браузер, любой, в принципе, современный, я могу гарантировать, что я получу этот встроенный объект, он будет обладать той же самой интерактивностью. Причем, опять же, для наглядности я просто покажу. Вот у меня мое это приложение. То есть обработка данных ведется в движке внутри, а я, собственно, взаимодействую с этим объектом визуализации, и для меня это динамически все пересчитывается. Соответственно, таким образом можно встраивать любые объекты. Если вас интересует уровень встраивания более глубокий, то, в принципе, можно залезть в документацию, и в документации есть раздел, который называется «Кликсенс для разработчиков», где есть, глубоко копать не буду, просто покажу огромное количество API-интерфейсов, где вы имеете возможность, в принципе, даже ничего не имея визуального, то есть полностью программным образом подключаться к клику, программным образом создавая приложение с нуля, программным образом в нем подключаясь к источникам данных, давая команду на загрузку, прося создать какие-то объекты визуализации или что-то посчитать, забирая эти данные и используя в каких-то других системах. То есть, фактически, мы говорим о том, что кликсенс для бизнес-пользователя – это некое такое коробочное решение, где пользователь может решать свою задачу на своих данных, для разработчиков – это инструмент, который при всех вот тех преимуществах ассоциативной модели позволяет, в принципе, любые программные решения создавать дополнительно. Если хочется копать в эту область, могу сказать, что кликсенс фактически сейчас уже переведен, вот в апрельском релизе появится новая версия кликсенса, который будет минифицирован с одной стороны, с другой стороны будет портирован в технологию контейнеров, то, что называется Docker, Kubernetes, и фактически сможет работать на любых облачных сервисах. Для тех людей, которые увлекаются идеями интернет-вещей, есть специальная редакция движка, совсем маленького, которая называется ClickCore, которая уже работает в контейнерах, ее, в принципе, можно встраивать в различные какие-то интернет-устройства, используя вот эту ассоциативную модель, например, собирая данных с датчиков вот этих вот устройств, с этих контроллеров, например. Сергей, у нас время вышло. Спасибо большое за лекцию. Спасибо. Продолжение следует...